Наше общество, оно, в общем, в основной в своей массе здоровое. Народ ксенофобный, сексистский, традиционный. Ельцин развалил страну. Пенсионеры-спиногрызы, феминистские идиотки. Я вообще срал на феминизм и сексизм с высокой колокольной. Теперь не модно пять ноунейм. Надо одну знаменитую. Ах, вот так? Сейчас мы с тебя. Твоя компания мне клевая на колени. Типа, что? Я в чем виновата? Что делать? Наплевать на всех, сделать для себя хорошо. Говнище. Говнище красота. Это очень грустно наблюдать, как человек стареет. Я за то, чтобы Путин сидел до конца жизни. Да, я считаю, что правильно. Вот уже идти до конца. Нет, это не мой путь. Давай пойдем переспросим у бабы, где второй путь. Слово на букву «Н» не боишься использовать? Мы говорим черножопой, черномазой, шоколадка, в жопе негра. Да, это он не говорит. Хорошо, да пусть это будет эпизод, как в анекдоте, но стоило мне один раз козу. Я победила. Ты победила. Мы идем к Артемию Лебедеву, человеку, который совмещает суперпрогрессивный дизайн, модную хипстерскую прическу и как бы модные хипстерские взгляды и одновременно последний оплот неполиткорректности. Он практически как мало кто может назвать пенсионеров нахлебниками. Страшно проругаться у себя на страничке в Фейсбуке и разделять, ну, такие прямо либертарианские взгляды. Сейчас в мире левого поворота это страшно не модно. Артемий, здрасте. Привет, не через порог. Не знаю, мы здороваемся, не здороваемся. Нормально, ты не боишься. Класс. Артемий Лебедев. Дизайнер-блогер. Один из самых ярких персонажей Рунета. Известен своими неоднозначными высказываниями и дизайнерскими решениями. В дизайнерском бизнесе с 1995 года не сотрудничает с политиками, попами и мудаками. Это официальная позиция студии Лебедева. На Артемия подавали в суд ветераны за его публикацией в ЖЖ, жаловались пассажиры метро. За навигацию в подземке негодовали верующие за критику РПЦ. Лебедев считает, что России нужен царь, что феминистки борются с выдуманной проблемой, с ностальгией вспоминает свободу 90-х. Женат, воспитывает 10 детей. Прошу. У тебя вот стильно все-таки. Стильный человек, стильный во всем. Там кухня, да? Нет, кухня здесь. А, а там что? Там ванная. Со стеклом? То есть вот... Ну, если хочешь, можно открыть занавески, тогда будет все видно. Если хочешь приватности... А можно туда зайти? Я же не знаю. Класс. И даже... То есть ты моешься, и на тебя все смотрят. Если хочешь. Красиво. Красота. И что, все сам без дизайнера, все придумывал? Это все, между прочим, Александр Бродский делал, он архитектор. А, да, он прекрасный архитектор. Все, делал тебе квартиру? Полностью, целиком. Он же не занимается квартирой. Ну, если очень... Специально для тебя. Да, если очень долго упрашивать, то можно получить квартиру. Потому что здесь... Штукатурочка модная. Венецианская штукатурочка. Специальные художники-декораторы. Знаешь, как сложно сделать такую оттелок? Это очень сложно. Нет, это очень красиво, надо сказать. Так, полочки. Буржуи. Что тебе показать? Холостяцкая какая-то у тебя все-таки хатка. Это называется путевой дворец. Ну, да. Путевой? Путевой. Почему путевой? Ну, как Петр Первый, когда ездил по стране, у него были путевые дворцы. У него есть основной дворец, а есть для поездки. То есть, это такое между путешествия у тебя история. Ну, хорошо. Ну, не выглядит, честно говоря, как квартира человека, у которого 10 детей. Ну, одна комната квартира не может выглядеть так. Нет, но она такая очень холостяцкая. Зато я даю детям ключи от нее, и они счастливы. Все хлопнули. Все три комара прибиты. Я тебя приветствую. Я тебя тоже приветствую. Понимаешь ли ты, что такое мир новой этики, и как ты к ней вообще относишься? Я отношусь к этому, конечно, очень хуево. И для меня это новость. Я привык к свободе 90-х, когда можно было абсолютно все. Была свобода действий, свобода высказываний, свобода мыслей, свобода публикации. И, может быть, это даже и не очень хорошо, потому что все извращенцы всех мастей, у них тоже была такая же свобода. Поэтому я воспринимаю 2000-е как некий процесс все-таки создания. Это еще и пока не схлопывание. Мы еще далеко до этой жопы. Когда-то оно может случиться. Или как сейчас в Америке, когда у тебя локальное вдруг схлопывание происходит сумасшедшее. На месте, где убили этого Флойда, мудака, поставили купель. Да, и крестят. И попробуй сказать, что тебе это не нравится. Если западная компания типа Найка услышит, что где-нибудь Артемий Лебедев, которому они задумались дать рекламу кроссовок, скажут, что, ребята, вы охуели, вы реально крестите людей на месте, где убили рецидивиста, то тебе пизда наступит по их же законам. Потому что это невозможно. Это российское высказывание. Абсолютно. И что, хорошо, как тебе будет житься, ты понимаешь, что ты уходящая натура. Ты как условно... Я не откажу себе в удовольствии. Как хиппи, которому 70 лет, как бы уже 60-е прошли, он все хиппи. Ты как бы... Таких людей уже... Ну, то есть это такая... Это динозавры, мамонты, мамонты тусовки, понимаешь? Да. Ты это осознаешь? Абсолютно. Я понимаю, что тот запас свободы, который есть у меня, вот когда я напитался этой свободой, набрал ее столько, сколько можно было взять в 90-е, и делал, собственно, даже то, что я начал заниматься дизайном в стране, где не нужен дизайн, и сделал из этого индустрию, и даже есть какое-то количество людей, которые тоже придумали, куда это дальше девать. В России дизайн очень не как на Западе развит, особенно все, что касается интернета. Если ты идешь на западные сайты, тебе прямо глаз должно резать, или японские сайты, там полный кошмар же. У людей нет никакой школы внимания. Ну, понятно, но для тебя же крайне опасно быть не в тренде, потому что твой бизнес построен в том числе на маркетинге. Почему все компании условно в любом направлении, дизайн, мода и так далее, сейчас хотят быть эко-френдли, sustainable и так далее? Не потому что они вдруг озаботились, но вот подожди, они это делают, потому что они такие же циничные люди, они понимают, бля, если мы скажем, что у нас эко-камни, там взрощенные некровавые бриллианты, и это из переделанной, значит, хлопка какого-то, не настоящего, а из там кожуры апельсина, то мы будем очень клевы, и тогда нас молодое поколение купит, потому что мы sustainable, прогрессивно и так далее. И твоя компания, извини, что просто законно, твоя компания в этом смысле получается не клевая по современным меркам, она как бы пиздец вот с этим капитализмом волчьим, радикализмом, и все это как бы, мы пойдем в новую клевую, которая эко-состейнабл, и которая за все хорошее против плохого и так далее. Не спешит у нас хоронить. Так. То, что ты говоришь, очень правильно, очень мудро и очень прозорливо, но каким-то образом мне удается, вот не пускаясь в это блядство, в это эко-био-безлактозное-безглютеновое хуйню, вот эту веганскую, я срал на это все, и при этом как-то удается, в общем, бизнес... Вот как, я пытаюсь понять. Значит, еще есть какие-то... Очень может быть, что этот бизнес строится на ценностях, что те заказчики, которые к нам приходят, они тоже в душе, в общем, срать хотели на всех веганов, им нужен работающий дизайн. И до тех пор, пока тот дизайн, который мы делаем, пока он работает, пока... Ведь в чем смысл работы дизайнера? Задача – добавить стоимость. Дизайнер – человек, который добавляет стоимость в товары и в услуги. Все, все остальное – это... Понятно, но ты уже тоже бренд. Смотри, есть бренд Артемий Лебедев, это отдельный бренд в Ютубе, в твоем ЖЖ раньше, там, в Фейсбуке, везде, где ты пишешь. Есть бренд твоей компании Артемия Лебедева, которая занимается дизайном. Но люди вас ассоциируют. Смотри, я думаю... И делая свой выбор, они там с каждым твоим новым высказыванием, троллингом и так далее, а у нас мир новой этики. А ты против феминизма, ты там условно выстебываешь жертву Анштейна, ты называешь учительку и пенсионеру, значит, спиногрызами и так далее. Бля, любая компания, особенно иностранная, почитав вот, понимаешь, только эту сводку, а на месте твоих конкурентов я бы так и делала. Извини, что даю подсказку. И дальше было, а вот мы, компания, блядь, не знаю, кто твой, кто твой главный конкурент сейчас. Ну, честно, я понимаю, что нет конкурентов, но вот кто ближе всего? Ну, никого. Ну, хорошо, ну кто-то есть? Ну, правда, нет. Ну, хорошо, какую-нибудь компанию дизайна, ты знаешь, в России? Ну, директ дизайн. Хорошо, вот. И тут такие, вот я на месте, если меня наняли консультантом директ дизайн, сказал, ребята, высылаем вот всю эту хуйню про Артемия Лебедя, пенсионеры спиногрызы, феминистские идиотки, жертву Эйнштейна сами виноваты, это была сделка. Вот это все. И тут рядом мы. Эко, sustainable, мы веганы, мы сделаем вам классный дизайн, мы модные, мы классные. Какую компанию выберет Кока-Ко? Так, сегодня мы продолжим наш урок географии. Благодаря вашим добрым комментариям я теперь знаю, что Марианская впадина находится не где-то вот здесь, а вот здесь. На это мне и Артемий Лебедев указал, он-то знает точно. Одна из главных фишек Артемия Лебедева, он один из немногих людей на нашей планете, кто побывал практически везде. Можете смело тыкать в любую страну на карте и будьте уверены, там уже оставил свой след Артемий. Здесь, ну, осталось буквально пару мест, до которых он не дотянулся. Впрочем, я уверена, это ненадолго. Вот вам небольшой спойлер. И продолжение нашего урока. Смотрите, вот здесь живут шотландские ценители виски, которые чтут свои традиции, как никто, разбираются в этом напитке. Вот здесь находятся Карибские острова, где солнце, пальмы, песок и праздник круглый год. Вот отсюда бочки из подрома доставляют сюда, к ценителям виски. И в них выдерживают Диорс. И получают уникальный напиток Диорс Карибен с кокосовым послевкусием. Получается восхитительное сочетание. Вот такое смешение традиций и культур. Ведь две культуры лучше, чем одна. И дважды всегда лучше. Я думаю, что у нас, по счастью, наше общество, оно в основной своей массе здоровое. У нас народ ксенофобный, народ сексистский и народ традиционный. Это здоровое. Признак здорового. Я считаю, что это признак здоровья. Тебе подсказывают, что нет, не надо, ты должен быть за геев и за трансов. А как только ты принял каких-то трансов, тебе тут же придумают такую модификацию, чтобы у тебя все равно бомбило. Тебе всегда должно быть некомфортно. Это протестантская этика помощи. Он уже ползет на руках, там все сгнило сзади, но ты должен его любить. И ты его должен целовать, отдать ему свои деньги и считать, что он более нормальный, чем ты. И ему надо бы помогать, а не тебе. У нас в обществе пока что все-таки большинство людей традиционных. И я думаю, что наши заказчики, здравомыслящие люди, которые слышат, что у меня есть тоже остатки разума, им приятно иметь с нами дело. И особенно то, что мы в деле доказываем свою работоспособность, работоспригодность. Пока еще мы востребованы. А вот эти все веганы и все эти вот безглютеновые страдальцы, у них и денег-то нет. Они могут только на Фейсбуке чего-то пиздеть. Ну, неправда, у них сейчас будет все больше и больше денег. Никакого влияния у них нет. А ты будешь как техасский реднек. Понимаешь, сейчас как вот условно, как-то они маркетингово же сделали так, что если ты за Трампа, значит, ты какой-то деревенский мудак из Техаса и Эклахомы. Не читай левую прессу. Ну, нет. Ну, давай, условный имидж такой. Много богатых людей за Трампа, много моих друзей из 57-й авеню за Трампа. Но это типа не модно. То есть они за него, но они как бы... Надо очень четко понимать, существует очень мощное левое движение. Сейчас в Америке оно определяет повестку мира. По миру. Слушай, левое движение это, мне кажется, сейчас проблема всего мира. Ну, американское самое сильное. И они захватили прессу, и они захватили все университеты. Это очень большая проблема. Конечно, американцы стремительно деградируют. Потому что вот этот левый дискурс, бессмысленный совершенно, он поражает, и тебе запрещено думать по-другому. Хорошо. На Фейсбуке выскажешь, что тебя забанят, закроют, повесят предупреждения, что ты враг народа. Я тем более того скажу, в Ютубе я выпустила фильм про Америку, и я смотрю, у меня что-то, блядь, совсем мало просмотров. Я начала разбираться. Выяснилось, что любая тема с протестами, если она, как бы, показана насильственный протест, не просто мирные демонстрации, а любой кадр тебя просто выкидывают из рекомендаций. То есть это тоже своего рода цензура. В смысле, это цензура конкретная? Ну, конкретная, да. Это просто конкретная работа спецслужб вместе в обнимку с программистами. Дальше. Смотри, ты же про деньги, правильно? Про бизнес, про деньги, про заработок. Смотри, до какого-то момента. Вот до какого? Все крупнейшие корпорации сегодня, они все-таки там. Это американский хэд-офис, это там, знаешь, что решение там про рекламу Кока-колы, фанты и всего все равно принимается хэд-офис. И если ты вдруг такой человек, который говорит, что у нас в стране все нормально, потому что у нас гомофобия и ксенофобия, никто не будет с этим связываться. Ты останешься с рекламой Газпрома, блядь, в лучшем случае, и то, если будешь ходить голосовать за поправки. Ты останешься тем человеком, которому либо скажут другой. Не обижай, пожалуйста, моего старого любимого клиента, с которым мы 20 лет работаем. Вот, либо давай-ка ты за Путина, за поправки, за всю нашу хуйню и будь тогда с нами, а это тоже какой-то зашквар пиздец, либо геи, равноправие, транссексуалы и так далее. Нет у тебя возможности быть как бы страной неприсоединения. У меня пока что есть. Тебе так кажется, это твоя иллюзия. Возможно, если вдруг, может быть, я недополучаю каких-то денег, может, вдруг, если я сейчас начну за биокефир топить, что-то в моей жизни изменится и, наконец-то, мне откроют ключом кладовую от казны. Но пока что так не происходит. Я считаю, что то, что я делаю, это хорошо, это работает. Я в этом году в моей студии 25 лет. Я половине твоих зрителей, еще столько нет, наверное. И если 25 лет заниматься в России дизайном, это же… Я же не могу никому навязать свои услуги. Это услуги, которые люди приходят, отдают свои деньги добровольно, за то, чтобы купить дизайн. Это работает так. Нет ситуации, что кому-то паяльник в жопу вставили и сказали, давайте сейчас заказывайте логотип. Про дизайн мы обязательно еще поговорим, просто чтобы закончить эту тему. Если 25 лет в России, где каждый день, каждый год у тебя просто полная непредсказуемость, оставаться творчески востребованным, коммерчески востребованным, значит, я что-то где-то соображаю, как оно там работает. И значит, что у меня есть контакт реальный с реальными людьми, которые не отвлекаются на всю вот эту хуйню из западных утюгов. Твиттер может сойти с ума, а люди не сойти с ума. Ты вот конкретно сейчас уже в интервью себе наговорил на разрыв вообще всего. Ксенофобия, гомофобия, вся фигня. Ты же так, ну, ты думаешь так, кто все тебя поддерживает? Все нормальные люди за меня. Ты чего? Это так все думают. Кто все? Ну вот назови этих людей, которые в публичном такое себе позволяют. Откроешь телефонный справочник с первой буквы все подряд будут, 90% людей думают так у нас. Ты же видишь, что происходит? Вот. Что? Тодоренко сказала про «А что ты сделала, чтобы муж тебя не бил?» Ну, давай честно. Ну, как бы, есть ощущение, что она так реально думает. Но сегодня так думать нельзя. Это запрещено. Понимаешь, ее заставили, понимаешь, пересосать вообще все, что можно было. Извиняться уже, я не знаю, что она еще не сделала. Значит, в чем разница? Ну, она так думает. И все понимают, что она так думает. Ах, вот так? Сейчас мы тебя, блядь, на колени. Нет, кстати, вот это... Полицейские на колени. Понимаешь? Здесь чуть-чуть другой сюжет. Я, кстати, тоже думал примерно то же, как она. Она сняла довольно неплохой фильм, хоть и очень конъюнктурный. Лучшие адвокаты, психологи, правозащитники, которые занимаются темой домашнего насилия, рассказали, что высказанная мною точка зрения не только распространена, но многие из них тоже так считали, пока не столкнулись с этой темой. То есть я посмотрел на домашнее насилие после его фильма, при всем моем цинизме, чуть лучше стал. Она это сделала не зря. Реально хорошая домашняя работа. При этом я считаю, что разница между мной и ей в том, что она очень сильно зависима. То есть ее... Как к ней подошли? Ее сразу взяли как раз те конкуренты, которые были, тут же кинули рекламодателям. Как это она, женщина года, как это она, то все. Поставили контракты на паузу. Естественно, не порвали, да, никто... Нет таких сумасшедших. Просто говорят, давайте подождем месяцок, пока уляжется. Потом все это снова взлетает, так всегда устроено. И у нее просто нет возможности, у нее нет своего фундамента. А у меня есть. Единственный раз, когда я понял, вдруг чуть-чуть почувствовал такую вибрацию, так что где-то там вокруг настолько сильно произошли землетрясения, что немножечко до меня дошел сигнальчик вот этот. Это когда мы сделали дизайн люков для Москвы. Не абсолютно, мне казалось, что это самая прекрасная, самая нежная, самая няшная, самая добрая история. Мы сделали коллекцию из десяти люков, на которых йоркий победоносец в разных стилях был нарисован. Для туризма, чтобы было приятно ходить по городу, собирать коллекцию, постить в инстаграмчик, там в стикербуки наклеивать. То есть это самое лучшее, что можно было сделать вообще для города. И уже весь город согласился, уже все было одобрено, уже плавился чугун и разливался в эти формы, уже все было на мази. И тут мы опубликовали этот проект, и случилось то, чего я вообще не ожидал. То есть у меня оказалось, что есть вещи, где у меня нет никакой эмпатии с народом, я не понимаю, как люди думают. Люди вдруг, даже самые несколько моих очень хороших знакомых, которых я никогда бы не подумал, что у них может быть такая реакция, они сказали, ты берешь святого, кладешь его под ноги, и по нему ходят тысячи людей и топчут святого своими ногами. Типа, блядь, что? Это герб, любая вся муниципальная собственность, у вас на каждой мусорной машине герб нарисован, у вас это, блядь, не оскорбляет? На каждом мусорубойщике, на каждом поливальщике. Это был дичайший скандал. И все, поскольку это скандал, все чиновники такие сразу, извините, нас тут не было, мы ушли, все растворились. Типа, мы ничего не принимали, ничего не заказывали, вообще ничего не знаем, кто это, первый раз слышен. Все тут же дали заднюю. И оставили меня наедине с этой проблемой, где люди просто вот били ногами, кричали, то есть это прямо было беснование такое, знаешь, как будто вот сейчас, как в фильмах американских показывают, когда к врагу вдруг собирается толпа журналистов и желателей закидать камнями, и он там прячется за своей картонной дверью, потому что все, ему больше некуда деваться. Я себя почувствовал в такой ситуации. Люди, оказалось, что для них святой это очень важно. И я нарушил, я перешел какую-то границу, а я даже не подозревал, что она есть. Я думал, что я делаю самое хорошее из всех возможных дел. И тут, в общем, чуть-чуть мой мир в этот момент изменился, я чуть-чуть стал более закаленным. И что ты сделал? Ты извинился? Нет, ну просто, все висит, проект остался, ничего не случилось, просто мы перестали о нем рассказывать. Как бы волна спала, но я понял, что есть вещи, с которыми лучше не шутить, потому что попасть под гнев революционеров. У нас сегодня чистый эксперимент. Я была в метро лет, наверное, пять назад. Я ничего не знаю про новые вывески. У меня чистый новый взгляд. Покажешь? Пошли, но метро там. Хорошо. Сейчас метро преображается, потому что раньше это был лабиринт, хуй пойми какой, а теперь это место, из которого можно выйти. А ты сколько вообще разрабатывал этот проект? Смотря о чем идет речь. Сейчас мы просто... Вывески и вот всю вот эту вот графику и так далее. Смотри, навигация в метро это проект, на котором работают гигантское количество людей. Ну, типа, да, 100 человек, наверное, минимум. И не в одной стране. Но ты же это все равно все как-то контролировал. Нет, это все, конечно, контролировал Дип Транс, потому что это слишком большая задача для одной, пусть даже самой лучшей частной компании. Вот смотри, мы приехали на станцию метро Курская. Мне надо проехать на проспект Мира. Я сама постараюсь вот просто по вывескам интуитивно найти. Окей? А ты будешь со мной рядом. Доктор, вот если бы ты была большим партийным боссом и тебе бы организовали охоту, это вот аналог, как если бы тебе выносили медведя, уже привязанного на веревке, и тебе надо было только вот выстрелить ему в башку. Понимаешь, найти с Курской проспект Мира может даже дебил, а вот может быть сейчас у тебя не получится. Давай, не подсказывай, я сама. Я не буду тебе ничего подсказывать. Я хотел сказать еще важную вещь. Ничего не говори. Смотри, давай вот сейчас я решу. Как мы вошли с тобой в метро? Мы вошли в метро по твоему проездному. У меня есть тройка. Это тройка. Она же пропуск в мою студию. Это одна единственная карточка. То есть я по ней вхожу всюду. Все. Ты крутой, хорошо. Я поняла. Минутка понтов от Артемия Лебедева. Тебе не буду подсказывать. Так, сейчас вот смотри, здесь указация Курская 5, Курская 3. Хуй знает, что это значит. Ну хорошо, допустим, я спускаюсь вниз. Да? То есть я же не знаю, куда идти. Я постараюсь найти одна. А как вот отличается Курская 5 от Курской 3? По цвету я отличаю. Я не знаю, что значит эти цифры. Это номера линии, но ими никто не пользуется. Они для китайцев. Потому что китайцы не понимают, что такое цвет. То есть вот это 3 и 5 это для китайцев? Слушай, раньше это была там типа Филевская какая-то, Филевская и Арбатско-Покровская. Ну так их легко отличить. А сейчас Курская и Курская. Ты видел в жизни человека, который говорит Арбатско-Покровская линия? Знаешь, дорогая, я живу на Арбатско-Покровской. Я живу на Серпуховской, Тимирязевской линии. Приезжай. Блин, ну хотя бы это были названия станции, а сейчас это 5 и 9. Раньше была серая линия, красная линия. Так люди говорят. Серая и верхняя. Ну сейчас тоже там, мне кажется, красная, серая, коричневая. Это то, как надо ориентироваться, если ты москвич. В Питере цвета ничего не значит. Так, смотри, правильно понимаю, что сейчас можно определить станции только по цифрам. Вообще, в принципе, и по цвету. В станции нет цифр. Когда-то их нумеровали, потом плюнули, потому что их очень много. Ну тогда объясни, вот объясни. Потому что я не понимаю. У веток есть цвета и номера для китайцев. Все. Но я тебе дальше не буду подсказывать. Дальше ты смотри, что там. Вот сейчас мы смотрим. Даганская, Павеленская, Добрынинская, Парк Культуры. Проспект Мира, 6. Правильно? Туда. Написано. Ты справилась прямо сразу. Ты очень хотела не справиться, но у тебя все равно не получилось. Хочешь настоящий пиздец? Это станция метро Киевская. Почему там пиздец? Потому что их три. Хорошо, давай поедем в настоящий пиздец. Поехали. Вот там идеальный пиздец. Там черт ногу сломит сразу и до конца. В сторону, на станцию Киевская. Ну, поехали. Тогда нам надо другую посмотреть. Пойдем. А почему надо, кстати, вернуться? Понимаешь? Треть, четыре. А смотри, смотри. А что там вот нигде нет? Что? Киевская, вот. Треть. И там Киевская. Ну, что? Можно выбирать. И как тогда понять? Ну, а ты куда хочешь? Я хочу на Киевскую. Здесь как-то можешь ездить по кругу, и каждое несколько времени у тебя будет Киевская. Слушай, то есть мне что, на любую станцию? Конечно. На любой поезд ты можешь ставиться. Ну, а как мне выбрать тогда? На какой ближе? Попинь монетку, а на одинаковом расстоянии. Не знаю. Почему меня больше возмущает другое? Почему здесь прямо не написано, куда, в какие станции, например, с одной стороны и с другой? Удобно, стоишь у поезда и решаешь, куда тебе ехать. Написано на колонне здесь. Что? Мы не мешаем. На колонне есть, вот, видишь, веточка нарисована. Ты можешь специально посмотреть. А, понятно. То есть он маленький. Основная задача была в том, чтобы, когда ты спускаешься с эскалаторов, указатель должен находиться чуть-чуть в глубине. Потому что, если ты только спустилась с эскалатора и смотришь на указатель, ты всем мешаешь. Это заебывает. А, то есть надо чуть-чуть прогреться. Тебя надо, если ты не опытный, если ты не знаешь, если ты не каждый день ездишь, то тогда пройди вглубь станции и там тормози поток. Ну вот, условно, это твои новые. Да, это вот здесь даже написано, смотри, обрати внимание. Написано, в каком газовом и какая версия. Задизайнено. Ну что за пиздец? Привыкай к новым словам. Ну что это? Это так выражается. А почему у Киевской и Тричи, там их три в разные стороны? Да. Они все называются Киевской, чтобы было легко. А еще есть две Арбатских и две Смоленских, тоже чтобы было легко. И два деловых центра, которые вообще не связаны. Ну это же запутаться можно. Неужели словами нельзя было как-то раздеться? Ну почему нет? Я считаю, что можно. Есть еще другие мнения. Скажите, а можно у вас встречный вопрос? Нет. Да. А вам нравится новая навигация? Да. Стало удобнее. Удобнее? Ну вы просто сейчас не пиздите, вы честно скажете. Я отвечаю. Конечно. А можно к вам с вопросом обратиться? Скажите, а вам нравится как устроена навигация сейчас вот новая в метро? Удобно или нет? Честно? Честно, я картограф по образованию. И в навигации мне, как и в городе, очень легко и быстро можно. Вот, вы картограф. Класс. Я картограф. Скажите, вот удобная навигация стала удобнее или хуже? Вот на ваш взгляд. Скорее, я живу и езжу там, где вот сейчас новая, я к ней очень быстро привыкла. Вот, то есть не было такого, что за херня, почему по-другому название, мелкий шрифт? Нет, у меня такого не было. Я считаю, что изменения это круто. Класс. Вообще. Тут лебедев коррумпировал весь вагон. Твой фейсбук, ну это как летопись наших дней. Ты можешь по ней, по твоему собственному фейсбуку стоять зарубки, что стало допустимо и что недопустимо в обществе. То есть 8 лет назад можно было, а сейчас уже нельзя. То есть мы сдвигаем эти границы. Скоро они сдвинутся до того, что ты сможешь только говорить доброе утро, летом жарко, я за мир во всем мире, я за равенство, братство, я против любого насилия. Я вырос в такой стране. Вот мы туда все возвращаемся. Я знаю, что там можно было жить, потому что ты должен был на улице говорить вот это, а дома у тебя была настоящая культурная жизнь. Россия, русская культура, это культура двойных стандартов. Хорошо, но сейчас же не мы возвращаемся в Совок. Сейчас весь мир начинает жить по правилам Совка, а мы уже копируем правила Америки как прогрессивного государства. Это очень прогрессивная страна, гиперпрогрессивная, и куча вещей, которые мы сделали, особенно которые были в 20-е годы 20-го века, начиная от архитектуры и включая графический дизайн, плакаты, шрифты, коммунальные все вещи, социальные все вещи, как расселять людей, новые вообще построения, новый урбанизм, феминизм, декрет. Декрет, между прочим, о родах, как это назывался. Слово декрет осталось с того декрета, это самое забавное. Все остальные декреты о мире, о земле, о войне все исчезли, декрет остался, потому что советская власть одним из первых декретов сделала декрет, который давал женщине право на трехмесячный отпуск по беременности. То есть это самая прогрессивная страна. Все остальные догнали нас через 50 лет. И сейчас мы уже все это пережили, пережили Сталина, пережили репрессии, пережили врагов народа, пережили застой, и у нас вроде как начинается что-то похожее на жизнь. Мы как берем самое лучшее от Запада. Все то, что Лондон по волнам за лес и сало гонят нам, мы поставляем им лес с нефтью, они нам поставляют айфоны и все, что нам еще нужно. Нормальная супер жизнь. Казалось бы, сиди и развивайся. И в этом месте Запад вообще сходит с ума, у него как раз наши двадцатые годы начинаются. Запрет на инакомыслие и вот это все, стояние на коленях, убирание полиции, то есть полный бред, вообще немыслимое что-то. А мы вместо того, чтобы наш исторический шанс использовать для того, чтобы вообще вырваться вперед, как Китай, чтобы просто наплевать на всех и просто сделать для себя хорошо, у нас это ползает, типа давайте меня еще раз изберем. Все-таки мой любимый Артемий Лебедев умудрился вдруг оказаться в центре скандала, где я не на его стороне, скажу тебе честно. А чего ты так? Здесь, понимаешь, когда все за, Баба Яга должна быть против. И мне казалось, что Артемий Лебедев тоже живет по этому принципу. И когда ты видишь платных блогеров, которые рекламируют эти поправки, я уже и Бузова отрекламировала, и, господи, Машков и Безруков и так далее, вдруг говорить о том, что ты вот за поправки, даже без вот этой всей путинской истории с обнулением. Ну, блин. Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие. Во-первых, история абсолютно, то есть это самая нейтральная из всех истории, самая безопасная, самая простая, с моей точки зрения, там ничего не происходит. Общество настолько больно, и как раз все становятся, когда все становятся Бабами Ягами, и все начинают быть против. Им уже не важно, почему они против, они против только потому, что вот если эти за, то мы будем против. Это дебильная позиция, и должно быть какое-то свое мнение, и должно быть какое-то свое отношение. Конституция – это основополагающий документ нашей страны, основной закон. К нему у меня нет никакого, в общем, специального отношения, трепета и так далее, просто закон, просто существует. Почему-то люди на него дрочат с утра до вечера, и вообще там ее начинают цитировать, выходят 31-го числа в честь 31-й статьи, и вот это все. Это просто документ, он вроде как должен всем нравиться, и вроде как никогда никто не выступал против Конституции. Как только решили ее поправить, хотя ее до этого 27 раз меняли, между прочим, с 93-го года, то вдруг у людей, значит, почему надо быть против? Потому что Путин за. И в данном случае то, что туда вносятся какие-то поправки, пусть они вносятся оптом, пусть там вписывают какие-то вещи, которые забыли написать. Кстати, Конституция написана нашим американцами. Юисейдом на грантовские деньги, когда в России не было ни понимания, ни финансов. И вдруг мы вносим какие-то вещи, которые нам нужны в этом документе, и у людей начинается страшный бомбеж. Особенно на тему того, что кто-то почему-то рядом с этой Конституцией постоял. Это вообще, в принципе, дичайший позор, то, что люди возмущаются тем, что кто-то сказал что-то про Конституцию. Ну, в смысле? Ну, смотри, очевидно, что есть сейчас отношения, даже у тебя, но есть, как я понимаю, в связи с этой поправкой об обнулении, о том, что именно Владимир Путин сможет находиться у власти, в общем, еще как минимум два срока, потому что там указано, что человек, который сейчас находится у власти, в общем, для него происходит вот это условное обнуление. Да, это единственное, к чему у меня есть претензия. Да, и ты об этом не знал, я знаю твою позицию. Причем она, это претензия, ну, такая, она, не знаю, как сказать, этическо-документальная. То есть, я считаю, что Конституция это такой документ, в котором не может быть персональных никаких упоминаний. Неважно, кто там, Бога можно упомянуть персонально, но вот там Ленина или Путина уже нельзя. Зачем вообще вписываться в эту историю? Вот Артемий Лебедев, который всегда очень логично рассуждает и наверняка получает огромное удовольствие от того, что, значит, кто-то смотрит, какой циничный, какой ужасный человек, сколько в нем вот аморальности и так далее. И все, кстати, интервьюеры тоже пытаются с тобой разговаривать именно с точки зрения вот этой вот совестливости, какой-то морали и норм. Бессовестные, ну и что? Нет, мне это очень нравится, этическо, я тебя вот за это очморить не буду. Получается, что я настолько бессовестный, что я даже тебя удивил, снявшись в таком ролике. Да, но… Я, на самом деле, я удивлен реакцией. То есть, я думал, что я получу какой-то дивиденд из этого, но не думал, что такой роскошный. То есть, реакция абсолютно… Я не вижу… Ну, как тебе сказать… Это, условно, если это троллинг, да, всего этого, то почему вот такой? То есть, условно, почему… Ну, это самый удачный повод просто. У меня сравнение, я немножко соревнуюсь в душе, у меня такой зачет со Славой КПСС, с гнойным. И вот, когда он снялся в ролике Фанты в пиджаке… Да, я видела, да. То есть, если бы Фанта знала, что гнойность рекламирует Фанта, наверное, они бы его не позвали, если бы топ-менеджмент Кока-колы об этом узнал. А то, что я снимаюсь в поправках Конституцию, это тоже… Ну, это так цинично, и так нагло, и так невозможно, что я должен был в этом поучаствовать. А что, зачем тогда было отказываться? Надо было уже тогда идти до конца. Я не отказывался ни в коем случае. Условно, что ты уже из-за обнуления. Нет, нет, нет. Ну, понимаешь, здесь какой-то недотроллинг. То есть, либо уже идти, как, условно, не лето. Ты видел этот, да, ролик от комментаута… Пишем? Да. Погнали. Привет, друзья. Призываю всех проголосовать за поправки 1 июля, чтобы геи не усыновляли наших детей. Любишь Родину – голосуй за поправки. Да, я считаю, что правильно там… Вот уже идти до конца. Нет, это не мой путь, естественно. Я так не делаю. То есть, троллинг – это все-таки такая, ну, быстрая сценка. Он не может быть постоянно. Если это вся твоя жизнь троллинг, то это точно не про меня, потому что, вообще, для меня все эти ютюбы, все эти участия в этих штуках – это просто хобби от того, что у меня все слишком хорошо на работе. У меня есть очень хорошая, очень полноценная работа, очень хорошая полноценная семья. Они закрывают все мои жизненные потребности, но у меня остаются еще силы, и я их трачу вот на какие-то такие развлекухи. Хорошо. Если это все-таки не троллинг, да, в таком смысле, как некое такое шутливое выступление… Смотри, я всегда говорил, что я за то, чтобы Путин сидел до конца жизни. У меня нет к этому вообще никаких вопросов. Абсолютно. Ну, а зачем тогда оправдываться и говорить, что меня обманули, наебали? Потому что меня наебали, не включив поправку об обнулении срока в Конституцию даже на официальный сайт, там, 2020.og.ru, в котором были перечислены все поправки. Я узнал о том, что эта поправка там есть накануне как раз своей публикации о том, что я вот чувствую себя обманутым. Я реально искренне этого не знал. И сейчас оказывается, что и многие другие люди тоже не знали, что, оказывается, этот пункт был вписан туда, но не был опубликован. Это очень некрасивая история. Опять же, я могу и пережить, потому что вообще в политике мало красивых историй. Но мне очень важно иметь искренность со своими читателями, чтобы они понимали, как на самом деле я думаю. Мне совершенно не жалко вписаться в рекламу поправок в Конституцию, потому что я их просто поддерживаю. Я совершенно не вижу ни одной причины, почему можно быть против этих поправок. То есть ты не видишь ни одной там поправки, которая бы… Ну, что-то будет там Бог, будет там союз мужчины и женщины, будет там государствообразующий народ. Это вообще мне реально все равно. Подожди, блин, вот здесь нарушение твоей же собственной логики. Ты один из самых воинствующих атеистов в нашей стране, ты много на эту тему писал. Патриарх Кирилл проехал по Москве с иконой против коронавируса. Как это выглядело? Выглядело это, надо сказать, феерически, потому что в микроавтобусе едет патриарх, на сиденье он поставил икону, как будто это его телка, с которой он катается по Москве. И самое смешное, это то, что у него в подлокотниках стоят две бутылки Ивиана. Одна бутылка для себя, другая бутылка для Богоматери. Поправка про Бога. Ты обязан быть против внутри своей же логики, но ты ее поддерживаешь. Ну как бы, как такое может быть? Потому что у меня нет никаких претензий к тому, что поправка про Бога написана в тексте Конституции. Тебя, как атеиста, это не оскорбляет? Вообще, мне все равно, правда. Так же, многие люди думают, что если у меня нет какого-то отношения к Путину, то значит, что-то со мной не так, что у меня оно должно быть, или я должен быть против, или я, наоборот, знатный путинист. В моей жизни его не существует. И власти тоже не существует. Я обращаюсь к власти только в момент, когда мне надо в МФЦ пойти бумажку получить. Я вспоминаю, что она есть. Это одна тысячная того, что происходит в моей жизни. Позицию «в моем мире не существует Путина» я принимаю. Таких людей много, я даже им радуюсь. Приходит какая-нибудь подружка, мы спорим о политике. Она такая, а кто такой Мишустин? Я думаю, господи, какие вот есть счастливые люди. Она реально не знает даже вообще, кто этот человек. Принимаю. Но нарушение твоей же собственной логики. Ты много, емко, смачно пишешь про атеистов. Ты пишешь о том, что если можно задеть чувства верующих, я хочу, чтобы было положение о том, что можно задевать чувства неверующих. Мои чувства тоже задеваются. Значит, эта тема тебя волнует. Дальше на эту тему есть поправка. И ты говоришь, мне пофигу. Так не может быть. У нас есть патриарх Кирилл. Человек, который у меня вызывает исключительно самое вообще… Возмущает мою душу больше всего. Просто своей абсолютной алчностью, жадностью, партийным видом, каким-то казнократством. И, в общем, всем своим существованием, всем своим поведением, всеми своими словами. Он омерзителен каждую секунду. И он оскорбляет мою веру, оскорбляет религию, оскорбляет культуру. И этот человек, он как главный босс сидит в этой церкви. Вот он, сорока, которая больше всего золота принесла в гнездо, сидит в этом храме военном тоже. С супермозаиками и орденами на стенах, которым он стал настоятелем. Вот этот человек, он делает для религии самое ужасное, что только можно сделать. Я, когда приезжаю в Болгарию, или в Грузию, или в Грецию, и захожу там в церковь, у меня ощущение, что это сделано для меня. Я не хожу в церкви, не ставлю свечки, не кричусь, не молюсь. Этого ничего нет в моей жизни. Но я считаю, что это очень важная часть культуры. И вот то, как она существует, эта культура в соседних маленьких странах, это как раз то, как я хотел бы, чтобы оно было у нас. У нас это абсолютно извращенная вещь. Абсолютно просто сумасшедшие партийные какие-то люди, у которых все мысли только о черных мерседесах и частных самолетах, которые под видом религии делают себя самыми главными. Вот это у меня вызывает неприятие, бомбеж, и я пытаюсь всячески просто вот их разозлить любой ценой. Просто потому что любое их поведение мне омерзительно. Заметил ли ты, что ты ушел сейчас от ответа? Вопрос был о том, что ты еще раз это подтвердил. Для тебя это важная тема. Да, важная тема. Пусть Бог будет конституцией. Вносят. Зачем тебе атеисту, воинствующему атеисту, нужно, чтобы Бог был в конституции? Ты явно должен быть против этого. Мне не за тем, что я не против. Почему? Потому что в этом документе пишут такие вещи. Вот. И в других странах то же самое. В Америке нет в деньгах написано, мы верим в Бога. И чего? У меня нет... Я люблю доллары при этом. Вполне нормально. Я пытаюсь понять, как бы, внутри твоей же логики, на примере одного положения, про Бога. Зачем ты туда... Слушай, у меня нет такой программы. Обязательно бороться с любым упоминанием Бога где угодно. Хорошо. В твоем мире это вообще не существует. Зачем было вообще в это входить? Ну, скажем так. Ну, вот в моем мире, например, не существует Путина. Зачем тогда вообще идти, там, не знаю, на дебаты, где там обсуждают Путина. Или на голосование, где есть Путин. То есть, по твоей же логике, если в твоем мире этого не существует... Ты хочешь меня выставить как какого-то супер вообще продуманного системного человека со сценарием, с программой, с планом действий. Ну, ты умный, Артемий. Я считаю, тебя очень умный. Слушай, да, какие-то есть там закоулки в уме, которыми можно пользоваться. Но то, чтобы это выкладывалось в некую стройную стратегию, абсолютно не так. На мой взгляд, в твоей достаточно стройной философии жизни точка Конституции, вот лично для меня, стала не состыковкой. Это только потому, что общество больно, и оно ищет стыковки там, где вообще нет смысла. У Эл логика, как я люблю говорить. В твоей жизни не существует Путина. Пусть он правит хоть вечно. Есть много классных областей жизни, которые можно жить без политики, и вот ты для себя выбрал такую жизнь. Принимается. Зачем идти и становиться частью явно политического события? Такого, как реклама или антиреклама. Потому что оно становится тем, как ты его описываешь, только когда ты его так описываешь. Для меня это не является большим событием. Ну, потому что ты никогда не участвовал ни в каких выборах. Очень этим гордился, и, честно говоря, у меня это тоже вызывало уважение. Я и не участвую в них. Никогда. А это же тоже часть выборов Путина. Ты же понимаешь это. Это вся история с поправками. Часть этих выборов. Даже до вот этого обнуления. Госсовет, прочие мутные положения. Это же все равно были танцы вокруг одной главной фигуры. Я думаю, что там что-то случилось. На Новый год они посрались. Да, вот сто процентов. Он с утра проснулся, с 1 января жизнь вообще пошла под откос, надо что-то делать. И его начало метать во все стороны. Это очень грустно наблюдать, как человек стареет и теряет хватку. Так, да. А Конституция, это Конституция, это документ про всех, про всю страну. Ну, Тюма. Унижаешь мой интеллект сейчас. Ты хочешь меня втянуть в какой-то сценарий, где какие-то должны возникнуть новые смыслы и драматургия? Их там нет. Это голосование за или против поправок. Это политическое же событие? Да или нет? Знаешь, я когда читал определение слова политика, там оно начинается с того, что хуй не знает, что это такое. Никто не знает. Ну, Тюма, ну несостоятельно. Нет, говорит, политика, хорошо. Ну, конечно, это политическое событие. Не, хорошо. Спасибо за подсказку. Да, это политическое действие. Окей. Зачем человек, который говорит, я живу вне Путина, мне вообще эти вещи не интересуют, я дизайном занимаюсь, я путешествую, я классный, я клевый, политика вне меня, пусть правят хоть всю жизнь. Мне похеру, зачем он идет и сам входит в это политическое событие еще и с позицией. Во-первых, там нет никакой позиции. Во-вторых, это лучшая постирония, которую только можно было себе придумать. И то, как людей от этого бомбит, это счастье. Это просто, я не знал, что это так хорошо получилось, как я мог уже быть. Блин, постирония, когда ты потом не вынужден оправдываться за это и говорить, что меня наебали и что Russia Today. Я четко, мне к Russia Today вообще нет никаких вопросов. Не она меня наебала. Наебали с мухлеванием, что типа включен пункт, не включен пункт, вот это вот некрасиво. Я на эту тему высказался, хотя я очень редко объясняюсь, что я имел в виду. Но в данном случае это было очень важно. На мой взгляд, вот этот момент маленький вдруг стал сломом твоей же собственной логики. Я думаю, что поэтому люди так возбудились. Потому что, когда человек говорит, мне на все пофиг, и как бы вы просто там, не знаю, тут либералы, тут консерваторы все друг на друга тявкают, не хочу в этом участвовать. Это позиция, вызывающая большое уважение у многих. Ну, у меня точно. Слушай, хорошо, да пусть это будет эпизод, как в анекдоте, но стоило мне один раз выебать козу. Ну, окей, только в моем случае у меня не будет таких тяжелых последствий. Знаешь, я все равно буду ходить в бар и все равно буду общаться с односельчанами. То есть поучаствовать в этом ролике, выебать козу, правильно? Да. Проспект Мира. Да. Надо перейти на Тургеневскую станцию, не подсказывай. Здрасте. Извините, пожалуйста, а вы не знаете, как на Тургеневскую станцию проехать? На Тургеневскую? Да. Пожалуйста, вперед проходите. Вперед туда, да? Да, на переходы на Тургеневскую. Спасибо большое. Хорошо. А как вот понять, например, что вот впереди? Я вот... У меня такая навигация людская. В Москве там 260 станций. Если ты забываешь, ты можешь подойти к схеме. Это вот наше главное произведение дизайнерское. А почему здесь это вот большим не повесить, каким-нибудь... Большим висит в вестибюле, потому что ты маршрут планируешь заранее. Метро тебе не настолько обязано, чтобы на каждой станции показывать макет устройства России. Ну раньше, что было. Никогда не было. Хорошо, идем на Тургеневскую. Я много читала, что в метро огромные пробки. Сейчас... Сейчас 19.52. Да. Это все, никого нет. В 9 вообще просто нет. В 9 вообще просто нет. Не, ну это странно, что в 7.50 и вообще вот так вот уже понедельник сегодня. В понедельник и кольцевая ветка, обрати внимание, самая загруженная. Тебе еще ни Кобаков не намял. А в 6 часов прям люди стоят, да? Да. В 6 часов пиздец. Вот тут я все иду тоже. Ни хрена не понятно, почему сюда, на Тургеневскую. Ты же как-то дошла до сюда? Нет, ну может это не проблема навигации, это проблема вообще метро. Понимаешь? Это очень сложно ориентироваться. А, вот, Тургеневская туда. И как мы туда попадем? Вот, туда. И как, то есть что, как мне туда попасть? То есть это мне, я так сразу не могу пойти? Почему так? Это же странно. Нет? Если у тебя есть пару миллиардов на расширение вот этого туннеля, то в принципе проблема решится сама. И тогда уберут заборчик. Ну вот, смотри, здесь просто проспект Мира. Вот почему условно здесь одно только название всего? И не кажется ли тебе, что слишком мелковат? Мне кажется, что вот это вообще в самый раз. Потому что единственное, о чем сообщает данный указатель, о том, что это переход на кольцевую. Это типа коричневый цвет. Он просто немножко выцвел. Окей, а если я не знаю, какие станции мне нужны? Я никогда не узнаю. Ты знаешь, что тебе нужна ветка 5, коричневая, кольцевая? Откуда я знаю, что мне нужна ветка 5, коричневая, кольцевая? Потому что ты спланировала маршрут заранее. Ты не можешь... Да, ну ты надо, что заранее планировать маршрут. Почешь я тебе покажу, как выглядит схема токийского метро? Ну это пиздец, ну Тёма, ну как? Знаешь, как выглядит метро в Токио? Ну блин, почему я дошел заранее что-то планировать? Я может... Сейчас мне кто-то позвонил и сказал, приезжай срочно. Проспект Мира, туда-то. Почешь проверим одну вещь? Вот ты вот вообще из аула приехала и ничего не знаешь. Пойдем. Пойдем. Вот. Откроешь ты из аула и нажимаешь. Так. Тургеневска. Выходит соединение с оператором. Так. Сейчас оператор достает телефон и тебя начинает снимать. А у меня видят, да? Я и Киранинский. Честный опыт. И снег в Тургеневске. За тебя спрашиваю. Что-что? А как мне проехать на станцию Тургеневская? Проходите на второй путь. На второй путь? Да. А где второй путь? Указатель. Указатели, второй путь. Ищем указатель, второй путь. Ты будешь очень долго искать. Но, в принципе, он где-то в начале станции там на путь. Подожди, давай поищем указатель, второй путь. Давай, давай, я сам в первый раз. Я никогда не нажимал на эту кнопку. Мне просто интересно было, работает она или нет. Так. Указатель. Указатель, второй путь. Давай пойдем переспросим у бабы, где второй путь. Потому что как? Пусть она нам тогда ответит. Потому что, видишь, ну вот согласись, херня какая. Плохо, да, я согласен. Не продумано. Татьяна, мы не смогли найти второй путь. Где второй путь? Что-что? Нихера не слышу, извините, Татьяна. А как найти второй путь? Сухаревская, потому что мы не видим, где написано второй путь. А, вот, Сухаревская, Тургеневская. Окей, спасибо большое. Спасибо. Вот, то есть вот табличка. Не мелковато? А зато есть английский язык, ну, латиница. Хорошо. Ты представляешь, что ты китайская старуха, и тебе надо тоже ориентироваться как-то. Даже о тебе здесь подумано. Класс. Новый табло. Слушай, а когда убрали вот эту историю с севером, центром? Слушай, она висела не так много где. Можем сюда вот висеть. Да, можно. Здесь специальный поджопник. Поджопник. Да. И зарядка USB. Были обозначены конечные, что было абсолютно непонятно, потому что каждый год строят новую конечную. Соответственно, ты как мудак запоминал одну, а теперь на следующий год ты переспускаешься метро и ничего не понимаешь. Но даже ты же изначально придумал или нет? Нет. Англичане. Транс? Англичане. Англичане. Ну да. И это просто не прижилось, потому что у нас люди как бы не понимают. Народ не всосал. Вообще, вот все, что мы с тобой смотрели, мы делали схему метро, мы делали вот эти правила, например, сверстанные. Это наша работа, поэтому так красиво. Все вот эти над дверями станции. Но правила, кстати, реально мне очень нравятся, очень эстетские. Ну, говна не сделаем. А вся навигация, вот все, что висит на станциях, все вот эти большие короба светящиеся, это все делали англичане, агентство сети ID. Их приглашали, они много лет, там, сколько-то времени работали, все изучали. Потом на полработы все плюнули и уехали. А мы просто доделывали это технически. А почему они плюнули? Ну, это не ко мне вопрос. Контракт кончился, деньги кончились. Ну, я не знаю, что. Разные бывают обязательства. Но теперь ты не знаешь. Ну, они не нанимались жить всю жизнь в России. Они так прожили год, по-моему. Поэтому мне так смешно, когда мне предъявляются навигацию, которую сделали англичане, и никому в голову не приходят, что-то типа езжайте сюда, там ебите мозг. Еще одно нарушение логики уже на другую тему, которую я нашла. Это, пожалуй, наверное, ты стал единственным человеком, ну, в моей собственной системе координат, который смог переплюнуть даже саму меня с моими маленькими гаденышами и пидорасами. Если ты помнишь, ну, прекрасный, значит, слив разговора. Вот это единственное, что мне кажется. То есть я прям читаю, думаю, бля, ну до такого даже я в самые свои свирепые годы не доходил. Твоя цитата. А не пойти бы вам нахуй со своими больными, а? А сколько еще бабла эти сраные больные сожрут без всякого полезного действия? Не пойти ли вам нахуй с учителями и пенсионерами? Почему им надо давать какие-либо дополнительные деньги? Ну, училка, ладно, туда-сюда, она деньги на шмотки потратит. А пенсионер чего такого в жизни делал, что ему нужно постоянно пенсию увеличивать? Пусть редиску сажает, если газетами торговать не может. Ну, прямо, как бы, крутая позиция. Ну, это из золотого фонда моих цитап, конечно. Объясни тогда, пожалуйста, опять же, в духе твоей же логики, вот таких вот лютых капиталистических взглядов, почему же ты поддержал раздачу фонда национального благосостояния людям? Фонд Ахмата Кадырова направил деньги на выкуп 207 невест в Чечне. Я думаю, что это вообще просто заголовок недели охуенный, потому что там бедные семьи, у них нет денег на выкуп невесты, им отправили по 50 тысяч рублей. Это ровно то, как должен был Путин поступить с гражданами России. И что это как не популизм? То есть, если ты уже говоришь, что пенсионеры прожирают деньги, а дальше ты говоришь, раздайте деньги народу. Это вообще принципиально разные вещи. Смотри, значит, если брать вот этот конкретный пост. Это один из случаев, когда возмутительными словами я пишу очень человеколюбивые, очень правильные, очень нужные вещи. То, что так люди просто не умеют думать или смотрят на что-то другое. Они не понимают, как устроена жизнь, и не понимают вот этих вот законов, которые приводят к благополучию. А в чем человеколюбие этого поста? Человеколюбие заключается в том, что просто раздавая деньги людям, мы не совершаем движение в ту сторону, в которую мы хотим прийти. У нас не будет жизни лучше, если мы будем раздавать деньги. У нас будет жить лучше, если мы построим дороги, потому что по этим дорогам начнут ездить люди, которые заработают деньги, которые будут сами своих стариков поддерживать. Это очень важно. И нельзя сделать хорошую жизнь, как в африканская поговорка. Если хочешь помочь человеку, давай ему удочку, а не рыбу. Нужно давать средства или создавать условия, в которых люди могут развиваться, и помогать тем, кто хочет развиваться. Пенсии вообще, получается, не нужны? То есть есть же старики, у кого нет детей, которые будут ездить по этим дорогам. Есть пожилые люди, одиноки, у них никого нет. Ближе китайская модель, где не бывает старика, которого не поддерживают без всяких пенсий. Там нет государственных пенсий. Ну, это я в курсе, да. Ну, пожалуйста, надо создать условия, чтобы люди, чтобы граждане были настолько состоятельными, чтобы они сами поддерживали своих стариков. Даже как поддерживают детей. Детям же не платят пособия, а они обузы на шее. То же самое со стариками. Это просто твой сыновей долг сделать так, чтобы твои родители жили в достатке до конца своих дней. Потому что они тебя воспитали и сделали человеком, который мог зарабатывать деньги. Это моя концепция, мой взгляд на жизнь. Другая ситуация, когда наступает полный пиздец во всем мире, когда у тебя закрываются границы, перестают летать самолеты, закрываются все рестораны. Во всем мире, не только в России. Кроме Белоруссии и Швеции. Две нормальные страны. И вдруг в этот момент у Путина, вот как у Сталина, когда он узнал, что напал в битле, он на два дня просто отключился, потому что не мог поверить. Так и Путин не мог поверить, что есть что-то важнее, чем его поправки в Конституцию. И он никак не отреагировал. То есть он вышел и сказал, что там все хорошо, сидите дома, работодатели вам заплатят зарплату. Я как работодатель охуел абсолютно. Потому что как это, блядь, так? Поэтому объявляю следующую неделю нерабочие с сохранением заработной платы. Почему? У меня нет этих денег. Если ты все закрыл, как я могу заработать, чтобы заплатить зарплату людям? И еще тут же сразу мне пригрозил прокурором, что типа, а кто не будет платить зарплату или уволит, с теми мы и разберемся. Абсолютно разговор просто супер-мега-хамский. Я не хочу такого царя. Это человек, который не понимает моих нужд. В этом месте у меня произошел полный дисконнект. Если до этого я считал, что окей, хорошо, сидит в Кремле, занимается своими делами, воюет в Сирии, развивает страну, как понимает, Крым присоединяет, все что угодно. Мне никаких проблем, никаких претензий к этому нет. Тут вдруг человек в самый исторический момент, в самый исторический шанс, когда можно было быть настолько охуенным, чтобы тебя цитировали во всем мире, ты же можешь сказать все что угодно. Это твой единственный шанс в жизни быть самым лучшим человеком. Сделай так, чтобы и твои граждане тебя обожали, купить их голоса, в конце концов, дай всем по 100 тысяч. За тебя все проголосуют, любую поправку в попу поцелуют, вообще все будут счастливы. 100% будет поддержка, рейтинг вообще пробьет потолок, 146 будет процентов. И он вместо этого просто говорит, ничего нет, типа сами. И это длится, и сначала вводят на неделю, потом еще на две недели, потом на месяц, потом, когда вот эта хуйня, когда уже все вообще не знают, что происходит, тебе говорят, а теперь, сука, маски с перчатками надевайте. То есть там полная вот эта инерция этой машины, которая, в принципе, не в состоянии бороться с кризисной ситуацией. Люди не знают, оказывается, не было никакого плана Б, и никто не знал, что делать в ситуации непредсказуемости. Такая вот у нас оказалась власть, которая неспособная оказалась в сложной ситуации, нормально привязываться к людям лицам. То есть в чем логика, если в обычной жизни людям вообще не надо платить пенсию, их должны поддерживать те, кто... В обычной жизни надо создавать условия для развития. А здесь, так как этих условий нет, то нужно раздавать деньги государству. А здесь, когда нет ни предпринимательства, ни развития, ничего, и у государства есть фонд, созданный специально на случай жопы, и вот случилась жопа, другой жопы такой не будет. Я думаю, что наши дети даже не застанут такой жопы. Мир никогда так не останавливался, это суперидиотизм, но вот он случился. Вот все политики всего мира поняли, что они не могут этого не сделать, и все это сделали, всех посадили по домам. Но в других странах государство поняло, что надо делать, они начали раздавать деньги людям. Это естественный шаг. Потому что если вам ничего нельзя делать, мы просим вас посидеть дома, да, мы раздадим из бюджета какие-то деньги, да, их потом не будет на что-то более важное, но вы не сможете нам сказать, а где деньги, потому что мы их вам отдали. Это... Я не знаю, мне кажется, что даже на первом уроке какого-нибудь там политологического института в любом сценарии люди бы приняли точно такое же решение. Скажи, а вот в данном случае, тут цитату, которую я привела, вот зачем так жестко об этом говорить? Это тоже провокация специально? Да, иначе не привлечется внимание. Если я буду писать как в Википедии, знаешь, нейтрально, и выверяя слова, и проверяя факты, ну, у меня будет два подписчика. А так, я когда-то открыл прекрасную формулу, что вот есть ракета-носитель, и там, она заправлена возмущением, чтобы прям бомбила, и все, тогда она красиво взлетает. Ты же понимаешь, что на этот пост... А сверху маленькая мысль, вот эти вот, которые... Хорошо, ты же понимаешь, такой пост тоже начал писать, и пенсионеры, и учителя говорить, Артемий, я учительница, я Нина Ивановна из города Иваново, какие шмотки, о чем вы говорите, я целый день учу детей, мои зарплаты хватает только на то, чтобы прокормить себя и своего ребенка. Почему ей только на это хватает зарплаты? Потому что вокруг ничего не развивается. Потому что деньги выдают, как только у тебя... Она на это скажет, а я в чем виновата, Артемий, что вокруг не развивается, а вы мне говорите, что я на шмотки эти деньги потрачу, вот вам не стыдно? Я не стыдно. Я горбачусь целый день, получаю 40 тысяч рублей, в лучшем случае. А так, я думаю, 25. И вот вы мне такое говорите, я в чем виновата? Ну, это я сейчас за учительницу озвучу. Но она может так сказать, она же не участник этих процессов. Ну, тебе же пишут вот такие. Я считаю, что должно быть... Мне нравится английский подход. Если у тебя холодно, надень свитерок. А у нас подход такой. У меня холодно, чтобы весь город... А что ей что делать? Вот эта учительница из Иванова. Вот эта учительница из Иванова. Чтобы мне натопили батареи. 25 тысяч рублей. И если мне будет жарко, я открою форточку, как делает любой русский человек. Хорошо. Ей вот что делать, конкретно этой учительницы? Потому что она воспринимает эти слова. Условно как фашист. Это не к ней, они адресованы. Нет, ну подожди, подожди. Она целый день в школе, учит чужих детей. что есть такой Лебедев, который мудак, и вообще он ничего не понимает. Ради бога. Нет, даже, но она так думает, неважно. Ей что делать, вот ты считай. Да ей все равно мне, что ей делать. Этот пост написан для тех людей, которые могут... что это жестоко? Ради бога. Тебя не смущает? Всем нельзя понравиться. Ты сам говоришь, я это делаю, отчасти ради подписчиков, потому что это такая ракета, где вот этот кусок говна, приправленный мыслью, он летит быстрее, доходчивее и как бы возмущение приносит новых людей. Не кажется ли тебе... Вводит на орбиту полезный груз. Хорошо. Не кажется ли тебе, что... Внутри сияет вообще человечество. Да, но сейчас этот мир меняется. Сейчас общество, даже не то, что взяло, общество, были переданы вот эти функции полицейские, контроля за другими людьми. Эти функции, они больше не осуществляются там полицаями, они осуществляются самим обществом. Когда общество видит человека, который нетолерантно высказался, кого-то оскорбил, над кем-то посмеялся или то, что вот такая речь сегодня называется хейт-спич, или вот так высказался о несчастных пенсионерах, тут же само общество начинает тебя клеймить, шеймить. Да. Что с этим делать? Это новый мир, новая этика. Ты в этом мире не сможешь зарабатывать деньги. Помнишь, фильм был про Говарда Стерна, когда к нему вбегает продюсер в студию и говорит, от нас уже отказался магазин по продаже ковров. Послушай меня, ты глупый осел. Радио — это бизнес, и ты стоишь нам всего лишь 40 тысяч. Подождите секунду, если я сделаю плохое шоу, оно никогда не раскрутится. Я спокоен, я совершенно спокоен. Карпет аннулировал контракт из-за него. Сейчас меня достаточно. Я готов пережить, если кто-то, если магазин по продаже ковров от меня откажется, но я получу федеральный охват, это нормальный размен. Всегда есть какие-то риски, всегда где-то что-то приобретешь, в другом месте что-то убавится. У меня, в этом смысле, я, конечно, очень хороший, расчетливый, в общем, наблюдающий и анализирующий человек. Все со статистикой, все нормально. Мои акции не падают. Они условные акции. Они все время находятся на высоте, рекламодатели никуда не уходят, читатели понимают, что они читают. И люди, которые пришли первый раз почитать мой блог, они, конечно, охуели, но если они останутся там на недельку, они поймут прикол, они поймут, почему так написано. Они начнут слышать те мысли, которые за этим стоят. И то, что у меня растут разные блоги и текстовые, и видео в самых разных средах, это значит, что есть у людей потребность эту информацию получать. но ты понимаешь. А я, у меня главная задача, я супер-мега-белый маг, мне надо сделать жизнь лучше вокруг. Я не жду, пока Путин мне в этом поможет. Я хочу сам сделать так и дать людям вот эти удочки или рассказать, из чего сделать эти удочки, чтобы у них была рыба и чтобы было благосостояние. Я очень хочу, чтобы жизнь вокруг была охуенная. Хотя бы как у меня. Олжо, ну ты понимаешь, сейчас будет жопа с твоим бизнесом из-за коронавируса и всего этого. То есть первое, на чем люди начнут экономить, это на рекламе, на дизайне, на вот таких вещах. То есть они будут стараться сохранить производство, хоть какие-то продажи и аренду помещений, но как бы точно сейчас люди не будут думать о том, а давайте мы ребрендинг сделаем. Ну то есть... Ты права. Что делать с этим? Придумывать. Это же не первый наш кризис, который мы пережили. Ну придумывать что? Ну то есть как бы у тебя фирма, которая занимается именно этим. То есть ты будешь придумывать, там будешь полиэтиленовые пакеты продавать? Ну это почему нет, кстати. Благородное занятие. У нас есть вещи, которые будут нужны вот прямо всем людям сейчас. Мы очень-очень близко к самым вообще интересным, новым событиям. У тебя будет новый большой заказ. Это само собой, естественно. Вот у нас там последний проект, который вышел для немецкой компании Bosch, мы сделали дизайн кабинок, такой транспорт будущего среднего между лифтом и подвесной дорогой. Я очень рад, что у нас из Германии есть заказчики. То есть мы в принципе в мире постребованы. Бош просто про тебя досье еще добрые люди не написали. Слушай, ты Найк упомянула, я же единственный дизайнер, который для них делал дизайн-кроссовка. Ну ты же видел, что у них там происходит с БЛМ, с поддержкой, что они сделали специальную серию кроссовок, присоединились. Слушай, в Америке такое началось бляться, что ты уже не можешь в нем не получаться. Вот ты, кстати, что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что это абсолютно российский бунт. Если у тебя выходят какие-то люди и говорят, что белые что-то делают не так, это чисто российский бунт. Потому что это российское заявление. Но белые тоже выходят. И белые тоже выходят, и левые всякие выходят. Но они же это делают четко Black Lives Matter. Хотя там есть и Colored, и Latino, и Ebony, и все что угодно по дороге. Об этом они не думают. Но мне очень понравился вот анекдот был вчера, что сейчас люди, которые никогда не были рабами, требуют извинения от людей, которые никогда не были рабовладельцами. Это то, что происходит в Америке. Ну то есть, ребят, вы торгуете каким-то прошлым, говорите, у кого больше прапрапрадед пострадал, а сейчас-то это какое отношение к жизни имеет? Ну как, ну, они тебе на это скажут, что до сих пор вот этот порочный круг дискриминации, он действует. Все мы понимаем, что это полная хуйня. И если даже... Ну не все. Я тебе могу сказать, что когда я начала писать на эту тему, на меня... Я поссорилась реально с близкими друзьями. Весь фейсбук меня называет расистом, потому что как бы я не готова постить просто черный квадрат. Ну как бы... Вот такая ситуация. Слушай, у меня сейчас есть новая героиня фамилия Полянски. Такая черная девушка из России, которая там на Раштуде и, по-моему, тоже что-то делает. И она просто рвет все шаблоны и пердаки, потому что она приходит к неграм куда-то в Бронкс, и они начинают говорить ей, что она расистка, потому что, типа, только негры из Бронкса и американские негры, они страдали. А она, типа, не важно, что она черная, типа, пошла отсюда вон, ты не наша. Она говорит еще с таким акцентом русским. Вы родом не из нашей страны. У вас есть акцент. У вас не то происхождение. Как чем отличаются темнокожие из разных частей мира? Своим происхождением, историей. Это нельзя отрицать. Ваши предки не пережили то, с чем столкнулись мои здесь, в США. А ты вот слово на букву Н не боишься использовать? Почему я должен? Я считаю, что в русском языке слово черное более оскорбительное, чем слово негр. Почему? Потому что, вообще, мы так кавказцев обычно обзываем. А если сказать про негра, то получается, ну, типа, мы говорим черножопой, черномазой, шоколадка, в жопе негра. У тебя... У меня... Какого из этих слов ты не знаешь? Я этого не говорю. Что? Кто из зрителей этого не слышал? У меня сейчас ощущение, что, знаешь, такой провинциальный человек, который считал себя в своем городе главным, не знаю, фокусником, и он попал к Амперфильду и сам охуевает от того, что происходит. Слушай, слово негр... Этих высот я не могу пока дать. Что значит черный? Почему в одном языке это слово имеет негативные оттенки? Потому что вот мир так решил, что любой человек, который это произносит, это как жид. Вот сегодня это равно слову жид. Это в Америке, негр и жид. В Америке, а в России нет. Потому что слово жид в каких-то языках... это сюда не перейдет. Послушай, по моим ощущениям, все, что происходит в западном мире, к нам приходит с опозданием в пять лет. И удивительно, и иногда немножко оскорбительно, потому что мне хочется иметь некий хотя бы лингвистический суверенитет. Вот я живу в культуре, где слово негр просто означает черного человека. Это нейтрально. Есть негроидная раса, есть слово, которое всегда было совершенно спокойным. И больше того, в Советском Союзе негров любили гораздо больше, чем это вообще принято думать на Западе. У нас всегда были нарисованы в моем детстве, по крайней мере, люди всех рас. И было написано там пролетарии всех, транссоединяйтесь, там мир у мир и так далее. Там всегда был там негр, китаец, индеец и европеец. Какие-то лингвистические процессы происходят? Почему они должны свои слова нам навязывать? Идите вы нахуй. Просто вот у вас свой английский язык занимаетесь им, у нас свой русский, мы как-нибудь сами справимся. Большое спасибо. Очень хорошо, что у вас есть всякие важные социальные и лингвистические процессы. Нас-то вот не вмешивайте, ладно? А мы не будем вам навязывать, как говорить. Ты же понимаешь, что все процессы вот, так сказать, модной хипстерской тусовки в России это как бы заимствование именно западного опыта. Мы тоже недостаточно развиты для эко-френдли и там вот этого все sustainable. Это тоже не наша повестка. Она, наша страна экономически пока этой точки не достигла. Но мы видим там и это как бы, знаешь, тоже в этом такой провинциальность так как по последней парижской моде. У нас, как в лучших домах Лондона и Парижа, мы теперь тоже все вот эко-состейнбл. Но это же... Я тебе больше скажу, даже мемы в русском интернете подрезаются на реддите, на форчане еще откуда-то. То есть мы даже своих мемасов не можем говорить. Ну то есть это что, это провинциальность? Абсолютно, сто процентов. И это одна из вещей, с которыми я борюсь всю свою жизнь. Я генерю новые смыслы, новое содержание, новый дизайн и абсолютно... Я, конечно, знаю процесс, который происходит в мире, но я не стесняюсь делать свое здесь. Я уверен, что когда-нибудь это сработает. Почему это часто связано с людьми... Ну скажем так, я тоже человек либеральных взглядов. Я знаю, что ты ненавидишь либералов. Часто тоже. Я не люблю левых вот таких даже галтелых. А кто? Вот кто для тебя символ левого либерализма в России, кстати? Это вот люди, которые обращают внимание на светлые лица, на правильные фамилии, на правильные действия, которые, значит, говорят мы, которые считают, что вот есть подлость и вот эта серость и мрак. Мерзость. Нет, наверное, слово они любят, слово мерзость. Ну кто? Вот есть символ этого человека? Там человек конкретно. Можно нас... Вот этот человек для меня символ вот этой всей хуйни? Я бы не хотел никого выделять. То есть я знаю пару фамилий, но я бы не хотел... Это было бы слишком жирно, если бы кого-то одного или даже двух назвал. Ну такие точно есть. Ну жирно, то есть ты не хочешь пиарить это? Да, не хочу слишком... Ну несколько фамилий. Ну в общем, круг, это кто условно? Кто эти люди? Ну Демшиза, вот эти все там либерахи, все эти фейсбучные, которые постят у себя свечки по каждому поводу и заставляют делать репост. Кто не пошел на выборы, тот враг. Ну а также все люди, которые возмущены моим участием в ролике про поправки в Конституцию. Ладно, все прямо. Я их не понимаю. Многие возмущены тем, вот как я говорю, что ты предал свою собственную позицию. Потому что Артемий наглый, Артемий наглый, которому похеру на Путина, потому что он живет вне Путина, а тут он сам в это влезает. Но это мы уже обсудили. Я могу... Вот знаешь, у меня есть одна из мечт в жизни, я хочу построить храм. Он будет, конечно, не похож на то, что мы сейчас тиражируем вот эти муниципальные проекты. Я хочу построить, знаешь, как на Западе бывает, там в Исландии какой-нибудь храм, который просто вьюм, такая архитектура, отвал башки. Я хочу сделать православный храм абсолютно из новых технологий, чтобы нимбы были из неона. Вот мне хочется оставить какой-то след на новом языке. Абсолютно без всякого оскорбления, абсолютно невзирая на то, что я написал плохого про патриарха Кирилла. Слушай, а почему, кстати, тебя за это ничего не было? Ты когда-нибудь думала об этом, смотри, там, Пусси Райт, двушку получили, ну как бы... Ну, они слишком залупнулись. Ну, слишком, да. Но вот почему тебе ничего не было за твои высказывания? Потому что то, что ты говорил про патриарха Кирилла, мы дадим ссылочку, но это реально тоже очень жестко. Я думаю, что я такой же анфант и рибль, как и ты. Ну, хорошо. А почему ничего за это нет? Ну, потому что должны быть какие-то люди, которых можно, ну, типа, ладно, это простительная шалость. Привязал гордового к спине медведя и не уехал на каторгу за это. Ничего страшного. Почему вот стало так общепринято, что тебе можно? Ну, может быть, я завоевал это право многолетними стараниями. Я же не в один день вышел и написал что-то возмутительное и получил двушечку за репост. То есть ты много лет писал возмутительное? Я много лет по чуть-чуть и завоевал себе это право. То есть каждый раз, я думаю, что когда к какому-то капитану входит в кабинет с распечаткой моих постов и говорят, смотрите, что он тебе позволяет. Он говорит, бля, это вы что, первый раз шли? Это же Артемий. Я его с детства читаю, да, со школы. Идите. Ловите настоящих преступников. Я думаю, что так. То есть был какой-то момент у тебя, когда ты чувствовал, что близок к какому-то наказанию? Я, когда я с утра проснулся, открыл телефон и там смска висит. У вас списан миллион рублей из банка. Просто судебные приставы по иску ветерана, который оскорбился самым нейтральным, самым нежным, самым добрым постом. Кстати говоря, да. Причем этот пост, у него тоже удивительная судьба. У меня есть посты, которые я пишу каждый год. И вот я 10 лет подряд писал пост под 9 мая. И он, прямо можно посмотреть даже в комментах, как менялась сторона. Сначала люди одним образом реагировали, потом другим. Потом за это время победобесие достигло таких высот, что эта тема стала гипертоксичной. То есть, если ты вообще сомневаешься, если ты просто косо посмотрел в ту сторону, все, анафеме тебе надо предать. Это тот же самый пост, он не менялся. И суд поэтому повстановил, а там какая-то давность, типа 2 года есть. Поэтому я стер посты за последние 2 года, а за предыдущие 8 оставил. Ты их можешь найти, и сюда нет претензий, потому что дата там правильная. Не подсудная. Мне, за то, что я сказал, что это для меня самый священный праздник, я с дедом всегда ходил на Парад Победы, всегда ходил в парк Горького с ветеранами, для меня это просто самое вообще нежное, самое доброе, что может быть. И у меня совершенно фантастический дед был весь в медалях, боевой генерал с осколками в голове, там со всеми делами, который, ну, для меня просто герой мой личный. И я пишу пост о том, что если вы ставите в честь памяти над погибшими в войне, над участниками войны, вы ставите говно, а не памятник, это меня оскорбляет. Как можно ставить говно, если вы хотите сделать что-то хорошее? Не ставьте, пожалуйста, говно. Не строите эти бездушные, бетонные, ужасные, с жилами надрывы какие-то чуваки, там, с какими-то станковыми пулеметами, сделанные человеком, который ничего не знает про войну. И это просто конъюнктурное говнище от начала до конца. И мне за это прилетает, за то, что я в одном абзаце вставил слово там ветеран и говно. То есть я же не сказал, что ветеран говно, я сказал, что нельзя память ветерана с помощью говна чтить. И мне за это выписали миллион. Я понял, это наказание. Мне очень хороший сигнал, я разумный мальчик, я понимаю, что ветеранов еще много. Все, посты прекратились. Больше, чем у меня миллионов. Подобные посты у тебя прекратились. Этот пост, я пишу тебе другие посты. Чистые пруды, вот. Стрелка, вот. Так, это надо наверх, что ли, куда-то? На антресоле. То есть, чтобы доехать до Арбатской, я должна почему-то идти на станцию Чистые пруды. Да. Но тебе не кажется это немножко странно? Мне нет. Почему? Потому что, если ты когда-нибудь посмотришь на схему московского метро, прекрасно, ты увидишь, что, в принципе, станции, они находятся на линиях. Это я знаю, да. Разного цвета. У них есть переходы. Пересекаются, да. Вот мы сейчас пересекаем. Ну, как мне понять? Подожди, как мне понять, что... То есть, я так понимаю, что пиздец, как ты должен подготовиться к поездке. Ты должен посмотреть на схему, да. Вот там Сретенский бульвар. Да. Ну, надо искать. И вот где, вот смотри, вот где Арбатская? Я не могу отсекнуть. И как я не понимаю. Все. Наконец-то мы заблудились. Ну, не знаю. Вот могу спросить у ребят. Здрасьте. Девушка, здрасьте. А можно к вам обратиться? Да. А как проехать к Арбатской, к станции Арбатской? Да. Да? А вы как это знаете? Ну, я просто здесь шла на Чистых сначала, потом на Арбатской. А вы понимаете, как вот устроено, почему вот здесь на Арбатской? Вы откуда черпаете эту информацию? Я просто... Потому что нигде нет информации вот мы смотрим. Не знаю, просто работаю на Арбатской, и мне как бы уже ориентироваться легче. Окей. То есть туда, там, да? Все, спасибо. Ну, то есть вот у меня навигация только человеческая. Это лучшая навигация вообще спрашивает людей. А как ты еще хочешь? Ой. Ты читаешь красивым, крупным шрифтом. Помнишь, как там было, сколько там было станций? Нет, это мне нравится. Это хорошо. Это новенькое. Да. Это красиво, хорошо. Но я опять не вижу здесь Арбатскую. Но ее нету, да. И как? Есть переход на Арбатскую. То есть меня что, наебали? Мы не туда поехали? Ну как? Вот реально переход на Арбатскую. Это что значит? Мне надо доехать сейчас до библиотеки имени Ленина? Да. И там перейти на Арбатскую. Так, их две. Их две арбатских? А как я пойму, на какой мне надо? Никто не знает. Ну, пойдем, да? Окей. Осторожно. Двери закрываются. Смотри, ты как-нибудь видел, чтобы в восемь вечера был пустой вагон наш? Чтобы можно было сесть. Нет. Я тоже не видел. Специально к твоему приходу выгнали людей? Специально, да? У меня вообще правило, я в метро никогда не сажусь, на всякий случай. Почему? Потому что всегда, когда я сяду, обязательно придет тот, кому я захочу уступить. Кому? Кому бы мне бы захотелось уступить. Да, женщинам, пожилым, детям. с детьми, инвалидом. Да, не пашист. То есть ты патриархальный мужчина, ты уступаешь женщинам? Ты не боишься их обидеть? Я вообще срал на феминизм и сексизм с высокой колокольной. Ну, подожди, срать можно только либо на феминизм, либо на сексизм. Нельзя срать и на то, и на то одно время. Почему? Сексизм бывает мужской, а женский бывает сексизм. Вот я на него тоже срал. Ну, а царя, там, где библиотека имени Ленина, вот там же нету арбатская, там ничего. Там только цветные кружочки. Ну, а как я пойму-то опять, ну, какие наурины кружки? Смена этого начальника, дойти туда, найти свой кружочек, а потом туда, но я же офигею. А вам нравится навигация? Да. Удобно? Я сейчас наезжаю навигацию. Понятно. А ты не исключение, ты здесь каждый день видишь. Мне кажется, подсадные люди абсолютно вести. Ни одного человека, который бы сказал что-то говнище. Ну, хорошо. То есть, вот подходишь к карте. Вот цифра 3, ты знаешь, что она обозначает? Да, это синяя вера. Библиотека имени Ленина. А, не, вот пишется, смотри, вот три арбатская пишется. Вот, здесь пишется. Навигация каждый день, я сейчас такую рекламную речь толкну. Так, арбатская. В московском метро проходит 9 миллионов пассажиров каждый день. Их как-то, сука, надо распихать быстро по станциям. Они не стоят на месте, они быстро уебывают. Навигация для этого и нужна. Это и есть хороший дизайн. Плюс все остальное. То, что поезда ходят, то, что, там, перроны широкие, это все тоже дизайн. Да. Не, ну вот это вообще как-то все. Вот, знаешь, вот тебе тем не обидно, вот смотри. Вот это же и есть русский пиздец. Вот такая вот стена, вот это все говнище, 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 красота. Да. Вот это так вся наша жизнь, понимаешь, говнище, говнище, колориферное. Вот это вот все, все, все. Тут еще нас она должно быть и красота. Я думаю, что эта дверь, это объект исторического наследия. Ее поставили в 1935 году, я думаю, что она с тех пор, и все стоят. Ну блин, ну ты понимаешь, вот это вот так вся наша жизнь. Вот вроде красота. Так это же охуенно. Это нет, охуенно, что есть хоть какая-то красота, но это все на говнище. Все рестораны, в которых ты ужинаешь, там снизу белые скатерти, канделябры и золото, а сверху цементный потолок, потому что это круто в стиле лофт. Да. Это то же самое. У тебя стиль лофт, а в нем охуенная навигация. То есть вот это вот, это вот все стиль лофт, да? Ты бы ела в таком ресторане и даже не подавилась бы. Можно прямо сразу сюда ставить стол. Смотри, вон, навигация. Так, ну хорошо. Давай, где заблудимся? Арбатская. Мы ищем Арбатскую. Смотри, туалет, туалет есть. Вот там Арбатская 3. Так, тебе, да, Арбатская 3. Все, все понятно. Давай подведем итоги. Давай ты подведешь итог. Смотри, вот мы сейчас с тобой проехали по метро. Ты попыталась подъебнуть меня, подъебнуть труд сотен людей, подъебнуть Дип Транс, подъебнуть лондонское агентство Сити Айди и наш многолетний опыт, чтобы сказать, что в метро хуёло навигироваться. Вот как ты идёшь в метро навигироваться? Мне кажется, что иногда я успешно смогла подъебнуть. Было несколько проёбов. Вот на Тургеневской это была паника конкретно. Пожалуйста. А где второй путь? Давай пойдём переспросим у бабы, где второй путь. Мы не смогли найти второй путь. Нихера не слышит. А, вот, Сухаревская, Тургеневская. Но в целом, мне кажется, это красиво сделано. Даже из колонны голос тебе сказал, что есть второй путь. Я, например, не знаю существования второго путь. Мы его не смогли найти. Это большое упущение. Я думаю, что завтра метро с утра привесит туда таблички. Второй путь. Вот. Я по-прежнему ещё сомневаюсь, конечно. Ну вот, Арбатская, Боровицкая. Как я вот, понимаешь, как эти станции найдут. Но в целом, ты знаешь, вот выглядит всё эстетично, красиво. Тут не придерёшься. В целом... Ну, заходи к нам в метро почаще. И к тебе, да, к тебе в метро. Ребят, просто ещё к облому моего редактора и моего тоже главные зашквары Артемия Лебедева уже убрали. Но нам просто не повезло, потому что вот это всё центр, север, юг. Этого уже всего нет. Всё, что делали отличания. А мы его собирались, мы собирались с нами. Все, за что мне собиралось прилететь за английскую работу, вовремя успели подместить. Раз. Есть ли организации или, там, не знаю, партии или что-то, кому бы ты отказал в дизайне, вот по этическим соображениям? А я со всеми партиями не работаю. Ну, хорошо. Я сейчас не партии даже имею в виду, но условно там что-то, с чем ты по этическим соображениям иметь не будешь делать, кроме политических партий. У меня есть три пункта, написанные 25 лет назад, с кем я не работаю. Это попы, политики и мудаки. Я верен в себе. Мудаки, очень расплавчатое определение. Ну, вот это вот люди, с которыми у меня этический или эстетический конфликт. Ну, хорошо, над чем нельзя точно шутить? Можно над всем. И, ну, знаешь, это как анальный секс. Ты не можешь просто взять и засадить. Это вот в жопу без мыла лезть называется. Если хорошо смазать, то, знаешь, можно и в жопу. Вот точно так же с шутками. Если ты это делаешь без подготовки, люди, конечно, обидятся, потому что ты ломаешь их тонкую душу просто об колено. А если подвести плавненько, то можно шутить вообще про все. Прекрасно, хорошо. Ну, окей, мудаки, вот с которыми ты не работаешь. Ну, какие-то организации странные, если придут к тебе попросить дизайн. Не знаю, с теми же ветеранами захотят, там, не знаю, какую-то антиветеранную организацию. Я ни тем, ни другим, кстати, не буду делать ничего. То есть ветеранная организация и антиветеранная организация для меня... Ну, это не политик. Ну, почему? Потому что они просто мне неинтересны одинаково. И, кстати, вот активистов я вообще не люблю. Это у меня люди, которых я стараюсь обходить стороной, потому что это прямо... Это одно из самых неприятных человеческих устройств. Это те же люди, которые, знаешь, как эти санэпидстанции, ходят по кафешкам, чтобы взятки сшибать. Что-то типа ты маску на нос опустил, и вот заразу представляешь для общества. Вот это такие особые говноеды, которые питаются, значит, падалью. Это неприятно. Ты делал бренд Фемину. Да. Горжусь этим. Думал об этом? Сомневался делать, не делать? Вообще не сомневался. Это была, кстати, одна из самых охуенных историй. Мне приходит письмо, типа, «Привет, мы Фемин, сделай нам логотип, пожалуйста». Я просто открыл фотошоп, написал Фемин и послал им через две минуты. И все, у них был логотип, они с ним 10 лет бегали, с сиськами трясли. Но сейчас, учитывая то, что ты читал эти откровения, что, оказывается, эти акции были проплачены и так далее. Нет? Слушай, все акции проплачены. Ну, либо у тебя есть полезные идиоты, там, какие-нибудь гринписовцы или еще какие-то ребята, которые готовы штурмовать танкер в океане. Ты считаешь, что все политические акции проплачены? Понимаешь, сколько сейчас тоже на тебя видится людей, которые против насилия или за Навального, или против нечестных выборов, которые выходят сами, а ты говоришь, что они проплачены. Проплачены все акции, но это не значит, что деньги получает конечный исполнитель прям аналом на месте. Он может быть идейный. Получает организатор. Сто процентов. Чем больше ты понимаешь, как в мире работает пиар, интересы и все остальное, тем больше ты понимаешь. И у людей настолько цинично много денег на свои, на донесение своей точки зрения, и так много точек зрения, что ты уже без денег не можешь ничего получить, что здесь никаких сомнений абсолютно. Зачем ты сделал дизайн Приднестровья? В смысле зачем? В смысле, это же политика. Я же что написал, что это типа долой Молдавию, мы за СССР, что такое? Зачем? Вот ты сам говоришь, с политиками не ими. Вот опять разрыв собственной твоей логии. Я пионер территориального брендинга. С тех пор, как я сделал первый логотип для Перми, и дальше со всеми остановками для Одессы, для Питера, ты знаешь, на Дворцовой площади мой логотип висит. Это что, политика? Это радость для людей. Приднестровье это спорная территория. Территория спорная. Это непризнанная территория. Хорошо, вот я тебе скажу, что мне насрать на все территориальные конфликты, на всей земле вообще, чтобы на всякий случай тебе было проще понимать, как я думаю. Мне насрать на то, чей Крым, и мне насрать на то, чье Приднестровье. Ну, то есть Крыму ты тоже мог бы сделать. А я и сделал. Сразу на третий день. Но, понимаешь, это очень смешно, когда люди, видя слово Крым, у них просто взрывается мозг, жопа и все остальное. Почему Крым будет называться Крым всегда? Он и при татарах назывался Крым, и при турках, и при фашистах. Это был всегда Крым. Нет, понятно, но ты условно, если в дизайне, тебя просят занять ту или иную позицию. Вот это уже, вот это уже вещь, которую можно обсуждать. Если бы я там повесил, хотя серп с молотом, в них нет ничего плохого, на гребе Австрии серп с молотом, как-то они живут в капиталистической своей стране. А здесь это просто логотип прекрасного места, где есть черная икра, где есть Нестор, где есть прекрасные пещеры, какая-то бендерская крепость, архитект. Может, тебя попросят сделать рекламу, не знаю, там, Донбасса, чтобы логотип отражал, что это именно российская земля. Ты это будешь делать? Нет, это уже стремно. Вот в чем разница? Потому что одно дело сделать логотип для какой-то территории, есть территории, там живут люди, это их земля, у них есть какие-то достоинства, есть там туризм, какие-то связи, вот это все. То есть делать логотип, что Донбасс – это Россия, ты не будешь? Да, такой я бы не стал делать, потому что это токсичненько. Почему? Ну, так мне кажется, что это слишком провокационная надпись. Но я тот самый человек, который поехал встречать, отмечать свой день рождения в Северный Кипр, на границу с городом Фомагуста и снял угловой номер, как раз с видом на заброшенный город, который турецкие военные захватили. Северный Кипр, в нем тоже нельзя быть с точки зрения мира. Самолеты летают только из Стамбула, потому что это абсолютно как Крым, это захваченная турками территория, где нельзя быть. Я получаю удовольствие в таких местах. Мне нравится быть в Нагорном Карабахе, хотя я потом за это получил пиздюлей, потом просил прощения, с меня сняли анафему, но я получаю удовольствие как коллекционер территории стран. Для меня вот эти все политические, кто кому, что где принадлежит, это ребята, это ваши, и нарисовал бы мне логотип. То есть про Приднестровье ты не жалеешь? Я горжусь, чистейшая работа. Хотя президент Приднестровья сказал, что это говно собачье, мы этим пользоваться не будем, и они уже нарисовали себе другой логотип. Но по заказу Министерства туризма Приднестрова я сделал вот этот. Тема, Питер или Москва? Смотря для чего. Для жизни, для чего? Для жизни Москва. Но Питер, вот если бы я жил в Питере, я бы, конечно, выбрал Питер и сделал бы его еще лучше, чем он есть. Потому что он очень незаслуженно недооцененный. Я, при том, что я полжизни в Питере и под Питером прожил, никогда не рассматривал всерьез это как место для какого-то отдыха или комфорта. Но когда я месяц ездил по Питеру, я второй раз в него влюбился. И понял, что я хочу квартиру с видом, чтобы все было вот как мне нравится, чтобы приезжать и любить этот город. По-моему, они засмотрелись на тебя. Ты как-то из карикатуры такая блондинка, на которой оборачиваются и происходит полный дестрой. Но оборачиваются, заметь, не мужики, к сожалению, уже, вот понимаешь. Просто это же хорошо в новой реальности. В новой реальности, да. Вот, кстати, это тоже, наверное, оскорбительный случай. Но хочется, чтобы все-таки мужчины. Надо определиться, либо должно быть по-новому, либо... Нет, вот в этом, кстати, все вообще не согласны про феминизм, вот все, что ты гонишь, женщины реально меньше получают. Нет. И вот эта вся история, что мы тогда наняли баб, потому что это будет дешевле, что мы разве... А что ты возразишь на этом? Ну, это не так. Люди хотят как бы работать в комфортной им среде. Начальниками ставят мужчин за большие деньги. Все у компании в основном мужчин. Потому что женщина не может делать то, что делает мужчина. Это единственное, потому что она не готова свою жизнь на это потратить, а мужчина готов. Это просто... Платят не за пол, а за работу. Не всегда. Еще за то, что ты берешь женщину, а может быть, она уже беременная, и сейчас ты ее оформишь, и потом хрен-то ее уволишь. Тебе придется оплачивать ей три года декрета. Все этого боятся, думают, зачем нам вообще эти риски. Ты же не будешь тесты ей делать перед тем, как ты на работу берешь. Смотри, у меня на работе чуть меньше половины женщин. И не потому, что я пытаюсь следить за пропорцией, а просто потому, что я беру самых лучших специалистов. И вот их вот столько оказывается. Ну, хорошо, а в феминизм ты не веришь? Как мы так пойдем? Я не знаю, мне кажется, хочется здесь красивее. Кстати, и твоя мама тоже с ней разговаривала. Странная у вас, вот какая-то прям семейная уже позиция по этому поводу. Слова эти проактивные, не надо говорить, не надо всюду видеть. Хорошо, а как, хорошо, дайте мне синоним, правильно? Нет, нет, я не дам вам синоним, потому что я не люблю феминизм и не хочу, так сказать, ничего сжигать на этом алтаре. Женщина-мужчине не равна. А, в смысле? Вы сейчас серьезно? Мужчине не равна. Феминизм, это же просто ровноправие. Как можно быть против феминизма? Я не против равноправия, я считаю, что оно просто есть. Я считаю, что те, кто называют себя феминистами сегодня, ломятся в открытую дверь и просят каких-то себе преференций абсолютно на ровном месте, непонятно зачем, устраивая проблему там, где ее не существует. Женщине на этом свете очень хорошо. Ну, давай так, я тебе могу сказать, почему я за это топлю. Потому что вот я... За это за что? За феминизм. Ну, который в твоем понимании что? Равноправие. Здесь я согласен. Отсутствие. Ну, как бы не то, что отсутствие, а другое социальное восприятие... Говно, осторожно. Женщины как сексуального объекта. Вот это даже за мою жизнь сильно поменялось. Что значит другое? Ну, смотри, раньше... Ну, на женщину должно вставать у мужчины. Ну, так, типа природой задуманно. Должно, конечно. Но вот для меня лично отношение к женщине исключительно как к секс-объекту коробит, оскорбляет. Мне не нравится, когда вот я нахожусь. У меня много мужчин-друзей, дружков таких, знаешь, которые меня воспринимают не как женщину, а как дружка. Бесконечное обсуждение. Вот эта телочка. А у нее такие сиськи. А я и так сейчас это... Я это все не люблю. Мне кажется, ну, это как-то... Ну, как-то фу. Я даже не могу тебе объяснить. Но в этом есть что-то, как не знаю, как собаку ты обсуждаешь. Ты сериал «Чики» не смотришь? Нет. Отличный сериал, кстати. Чики? «Чики» с Горбачевой. Про бледей в каком-то там юге России. Я посмотрю. Очень клевый. Ну, ты его к чему вспомнил? Ну, к тому, что есть женская точка зрения, где тоже женщины-мужиков обсуждают таким же образом. Я никогда не обсуждала. Даже в молодости. Мне поэтому вот все эти фильмы, кстати, вот этот квартет и разговоры мужчин среднего возраста. Вообще, вот эта вся тематика отношения к женщине как к секс-объекту мне не нравится. И это стало меняться. Я к чему стала говорить, что раньше ты приходишь в ресторан, сидит стол бледей, красивые губы, сиськи, с ними мужик какой-нибудь. И это типа престижно. Это как там на Феррари, ты приезжаешь на красном Феррари, у тебя ремень Версачи, у тебя пять телок, ты Михаил Прохоров, и ты в Куршавелле. И это круто. Сейчас вот прям радикально поменялось к этому общественное мнение. Сейчас мужик с пятью бледьми в ресторане, но это типа фу, немножечко комично, и вообще это про его старческие комплексы или про маленький член. То есть это перестало быть престижно. То есть престижно условно там прийти с Дашей Жуковой или там жениться на Авдоте Смирновой. Престижно иметь какую-то умную, классную женщину рядом, которая будет тебе партнером. А иметь тёлку с сиськами не модно. всех обидел прямо оптом. Объективизировала женщину, сказала, что есть женщина события, женщина объект, женщина супер бренд, надо её брать. Теперь не модно пять бледей, но он им ебать, надо ебать одну знаменитую. Нет, зачем? Знаменитую по-разному. Знаменитую, как условно, Лопырёву, уже не модно ебать. А модно, ну, не знаю, условно ебать какого-то Менгалимову какого-нибудь, или Горбачёву. Понимаешь, вот выйти, то есть условно, более престижно выйти с Горбачёвой. Передача так перевесилась в твою сторону, и моё мнение вдруг стало, вдруг оно взлетело вверх, невесомо. Ну, слушай, ну разве нет? На фоне твоих бомб. Ты не согласен? То есть, жена футболиста с буферами, это уже как бы, бля, знаешь, я старомодный, но я всегда относился к женщинам по их заслугам. Если там есть ум, я ценю этот ум. Если есть красота, это тоже неплохо. Ну, слушай, я не знаю. Вообще, знаешь, доброта характера, это тоже важная вещь. Как-то в нашем обществе об этом не принято говорить, а это очень важно. От скольких жен у тебя 10 детей? От пяти. Ну, ты сам понимаешь, что это, сука, выглядит как, не знаю, это выглядит как то, что в моей жизни было много любви, и я очень счастливый человек. Ну, хорошо. Ты понимаешь, это попахивает Саудовской Аравией. Или какими-нибудь морозами. Или тем, что я в душе барин, который любит жить на широкую ногу, и у меня всего должно быть много. Я вот, я объехал все страны мира. Это тоже, кто еще в России объехал все страны мира? Такого нет человека. Я это сделал одновременно. Ха-ха. Он половину объехал. Ты что, не смеши мои тапки. Патлама вздулся на островах. А я объехал все острова. Если я ставлю себе цель, вот, неважно, я никому не должен. Это вещь чисто для моего внутреннего успокоения. Я ее должен добиться. Я вот так свою жизнь строю, что я получаю много всего того, что хочу. И то, что меня спросят, зачем тебя так много, ребят, это моя жизнь. Вот в ней вот так вот. В ней все широко и много. Просто так получалось, что женщины приходили, говорили, я беременна, и ты не мог как бы, ну, потому что ты считаешь, что это человеческая жизнь, ты же не можешь сказать, там, типа, я против. Или ты реально хотел 10 детей? Я всегда хотел. 10 детей? Я понимаю, почему ты за многоженство. Почему? Ну, потому что это вполне, тогда ты бы мог одновременно жить сразу с несколькими женщинами. Ты сам говорил, что за многоженство. я когда, я выступаю за многоженство, я говорю, что я хочу, чтобы у меня было два мужа и пять жен. Просто, чтобы порвать все концепции всех людей, которые думают, что они что-то прогрессивное мне предлагают. Потому что, все хотят, мы можно, у нас будет союз, только там будет не мальчик с девочкой, а два мальчика. Вы меня не удивили, ребят. Ну, понятно, но ты, правда, здесь тоже рвешь шаблоны. То есть, это мормоны, хасиды, арабы в Саудовской Аравии и так далее, и Артемий Легин. Это хорошее определение. Вот, в принципе, мало какая область в этой жизни, в которой я бы не порвал шаблон. Начиная от блогов, заканчивая семьей. Но я это делаю реально для себя. Вот это не потому, что есть какой-то внешний заказчик у всех этих процессов. Еще одно небольшое противоречие. Вот ты себя всегда называешь монархистом, вывешиваешь вот эти правила, что в России никогда ничего другого и не было, во всех интервью об этом говоришь. Но ты сам даже сегодня говоришь о том, что вот самое время свободы, 90-е, я дитя вот этих 90-х, я помню, что вот было все, можно, и это было правильно. Но ведь у нас был период вот этих там 10 лет реально свободных выборов, на которых был выбран Ельцин. реально демократического как бы устройства, которое просто потом не сработало. Не кажется ли тебе, что как бы быть монархистом и одновременно скучать по 90-м, вот я по ним тоже скучаю, ну как бы это тоже, в этом есть противоречие. У нас были эти 10 лет, но это очень мало для истории страны в тысячелетии. У меня история немножко по-другому осталась в голове, потому что больной ебанат Ельцин, я не знаю, можно ли? Нет, больной это уже потом, 96-й год ты имеешься. Ну, психически больной. Просто человек настолько с жаждой власти, что он вообще ни перед чем не остановится. В 90-м году свою напившись водки, видимо там целый был буфет в Белорусской пуще, он подписал с 15 другими обкомовцами свою, значит, типа делим вот как на карте покрашено, так и делим. Теперь это наши страны, невзирая ни на что. Не подписав их на... Кого-то можно было вообще не отпускать. То есть Украина не хотела уходить, можно было ее оставить. Просто вопрос одной подписи. Белоруссия тоже никуда не собиралась. Их всех распустили, только для того, чтобы Ельцин был президентом хоть чего-нибудь. И здесь можно, конечно, предъявить Горбачеву, что он дал слабину и просто его не посадил в тюрьму или не расстрелял за такой сепаратизм. Но Ельцин развалил страну. Какая здесь свобода? Какие свободные выборы? Он это сделал ради того, чтобы просто тщеславно забрать себе вот этот трон в Кремле, абсолютно наплевав на все интересы всей страны. Не, ну подожди, он политическими методами добился так, что за него на честных выборах проголосовало большинство людей. Это факт. Ты помнишь, что был референдум, где люди были против развала СССР? Ну так это тоже честные были выборы. И люди честно были против. Ну мы сейчас говорим, хорошо, там они были против этого развала, дальше он сделал ситуацию такой, что люди в итоге захотели проголосовать за него как за президента. Какое целеполагание? Он это сделал только, чтобы быть президентом страны. Ему было все равно какой? Вот он президентом СССР он как-то не получался? Он же демократически взял эту власть. Я считаю, что он ее взял просто как большевики, плохо лежало, под шумок втесался. Нет, давай не сравнивать большевики. Все-таки это вооруженное восстание. Это вооруженный захват власти. Они не выиграли выборы. Они вначале взяли власть, а потом создали институты, имитирующие выборную систему. Здесь все-таки была другая ситуация. На честных, свободных выборах демократических, первых в современном, уже новом, постперестроечном государстве выиграл Ельцин. Эти результаты не оспаривались. Цели те же самые. Большевики, кстати, тоже ничего не захватывали. Их какие-то там люди из тамошнего эстеблишмента, банкиры и так далее думали, что они с шайкой бандитов как-то свои какие-то интересы где-то подкрутят, а потом сами займут. Но они все-таки захватили. Но оказалось, что немножко не угадали. Почему тогда скучаешь по 90-м? Я скучаю по 90-м, потому что не было никакой... Я же жил в Советском Союзе, где была мораль, очень конкретно, и государство вмешивалось в семью, в деньги, в отношения, в мозг. То есть ты был очень... Там нельзя жить в одном номере, если ты не прописан, в смысле не женат и так далее. То есть была страна с очень сильным идеологическим внедрением к каждому в мозг, просто щупальца было подведено. 90-е годы полная свобода. То есть все, что раньше было нормами, рамками и так далее, этого ничего нет. И тут я в свои 16 лет такой, типа, ю-ху, страна с нуля вся моя. Я делал все, что мне приходило в голову. Поэтому я люблю этот период моего юношества. Так я люблю, но только я не понимаю, как любя это, можно прийти к монархизму. Нужно прийти к тому, что, блин, надо вернуть ту страну, где демократическим путем каждый раз будет избран какой-то новый чувак и все это будет меняться. У меня очень простой пример, почему монархизм лучше, чем перевыборы. Посмотри на любые корпоративные дела. Посмотри, если у тебя есть какой-нибудь директор, там, Билл Гейтс, Стив Джобс, которые могут сидеть до конца жизни, они и будут сидеть до конца жизни, потому что это эффективно. Но это их компания. Это они придумали, они создали, и они живут за счет того, что они сами своим умом создали. Государство давно превратилось в корпорацию. Но не российское государство. Российское тоже. Оно немножко странненькая корпорация, но все равно у нас, мы идем в эту сторону. Государство это некая сервисная такая нахлобучка, которая должна обслуживать граждан, собирать налоги, развивать инфраструктуру. Там есть какие-то, конечно, идейные вещи и разные ветки, но вообще в целом это, конечно, корпорация. Чем дальше, тем больше. И если есть удачный председатель в этой корпорации, его не надо менять, потому что любая смена руководства это всегда стресс для всех участников. Если ты корпорация, которая прошла IPO и которая действует по определенным правилам, есть механизмы, скажем так, тоже демократические, которые будут совет директоров, которые будут останавливать твои решения. Демократическим ты не сможешь, будучи там один в этой компании, говорить, как делать. Ты можешь иметь голос, но это будет все равно, ну как тебе сказать, совет директоров этих акционеров. Это хорошая метафора. Ну, так это вот, это то, что у нас не происходит, это не монархизм. Понимаешь, это совет директоров, это все равно демократия, вот, скажем так, элитистская демократия вот этого круга людей. Монархизм это когда один человек говорит, смотрит и принимает решения. Это то, что происходит фактически сейчас. Ну, не совсем у нас. Там один нашептал это, Сечин пришел со своей информационной бумажкой, Греф со своей, ты все посмотрел и решил, ты прав, а вот в этом ты прав. Ну, как бы, это твое решение всегда. И люди приходят, пытаясь на это решение повлиять. Когда сидит стол совета директоров, у каждого есть голос, интрига за то, кто с кем соединиться, чтобы проголосовать за или против. Разная система. Я победила. Ты победила. Все, ты не монархист, уберешь это со своей страны. Нет, я все равно останусь монархистом. Ну, дай аргумент мне тогда какой-то. Я за то, чтобы был хороший монарх. Вот, там, первые 20 лет Путина, он был хороший монарх. Сейчас что-то странное происходит. С этого года подменили чувака. И я... Зачем хороший монарх, если ты любишь 90-е, это время, 10 лет, единственных в нашей стране демократии. Есть время, знаешь, а в детстве вообще все было хорошо, потому что, когда у тебя есть период твоей юности и твоей возможности, ты можешь сделать такую ложную ошибку, да, и решить, что это было у всех так же хорошо. Понимаешь, вот мы раз за хвост поймали, он опять в руке ящерица остался. Выборы, которые были в 90-е, мне никогда не казались свободными. Первый Ельциновский выбор. Мне все равно. Ладно, Верховный Совет первый, не тебе не казался свободным. Расстрел парламента. Это демократический. Это позже. Но это при том же монархии. Так она уже получила власть. Мы же сейчас не говорим, каким он стал президентом. Я считаю, что это настолько переоценено, то, что ты считаешь, что были свободные выборы и на них пришли люди, проголосовали, это настолько переоценено, это ничего не значит вообще. То есть это пшик. То есть лучше бы власть осталась у Горбачева? 100%. Лучше бы он ее мягко кому-то передал. Если кому-то там при Балтике было невыносимо, можно было из них как-то автономизировать и отделить когда-то в будущем. Всем республикам впаять супер-контрибуции, чтобы они там еще сто лет нам выплачивали, если они хотят свои степи отсоединить. Туркмению, конечно, никуда не отпускать, потому что просто дать по башке там... Окей. По этой логике кому должен вот в твоем идеальном мире кто лучший человек, кому Путин мог бы мягко передать власть? Цобянин. Хотя тоже тут есть моментики, у него два года подряд тяжелые испытания, из которых он выходит, ну я не могу сказать, что как-то супер на коне. То есть у него в прошлом году протесты и подавления, это плохая история. В этом году коронавирус и запреты тоже плохая история. Неразумно поступают. Мне кажется, как раз с коронавирусом он абсолютный бенефициар этой истории. То есть он лучше всех справился с ним. И, кстати, это сейчас вызывает его конфликт с ВВ, как я понимаю, потому что главный бенефициар коронавируса в нашей стране это Собянин. Это Путин. То, как он сейчас... Ну то есть понятно, что нельзя ему упрекнуть в том, что он поступил неразумно, потому что все люди во всех странах мира поступили как мудаки. Все закрыто. В исправении было хуже, хорошо, а у нас плохо. Но часто история с тем, что Путин говорит, нет, мне нужно голосование, выборы, парад. А Собянин говорит, что мы еще не готовы. И его буквально там за полчаса переламывают и он начинает все отменять. Ну, слушай, ну его переламывают, потому что его переламывает Путин. Ты как бы не можешь не переломиться. Тебе звонит президент и говорит, значит так. Я считаю, что надо было быть ВКонтакте заранее. Надо было весь этот сценарий продумать, сколько месяцев, чем мы занимаемся. Ну так у них не происходит. Потому что ты так... Вот давай так, честно, тебе звонит Путин. Ты понимаешь, что если ты его пошлюшку подальше, завтра ты не будешь мэром. У нас жесткая вертикаль власти. Смотри, если я мэр, у меня есть календарик событий. Я вижу, Путин назначил что-то на 1 июля. С тобой никто не... Это же не так происходит. Путин назначает свайна с Кириенко с администрацией президента. То, что не касается Собянина и городского управления, ему вообще это не сообщают. Сидит Путин и обсуждает, какое число нам голосование. Он с Собяниным этот вопрос вообще не обсуждает. Они принимают решение. Такого-то. Дальше это решение спускается вниз. Он не может ему сказать, Владимир Владимирович, а что же вы мне раньше не сказали? Дали бы календарь событий. Ну, то есть, есть общеполитические решения, есть городские. Вот я говорю, как это выглядит. Выглядит так, что люди, у них нет плана Б, у них нет четких каких-то сценариев, как выходить с лицом, не потеряв лицо из самых неловких каких-то положений. Они ведут себя суетливо и странно. Симминутная какая-то ситуация. И полная потеря контакта с людьми. То есть, люди сейчас идут все эти проверки, всех мучают за маски. То есть, Собянин лучший преемник. Да, как он руководит Москвой последние, вот сколько там, лет 10, сколько он сидит уже. Это очень хорошо. Суперигра. Мы выбираем самую классную заставку. Вот, можешь честно всех срать, не срать и так далее. Значит, всегда в паре двое, ну, правила ты знаешь, убираешь одну, доходишь до финала. Это моя. Я знаю. Первая пара. Комментарь. Ты честно можешь... Комментарь. Вначале мне засрали мою первую заставку. Смотри, у тебя половина заставки хорошая, а заканчивается она, во-первых, очень слабый логотип в конце. Так. И вся эта подводящая анимация. Он хороший в начале, пока идут вот эти вот такие в перспективе искажения, когда вот эти собаки, пролетание через пасть. Это все очень хорошо. В конце просто пэкшот, говно. И логотип, говно. И сама в конце. Что-то я настояла, чтобы сделать. Может, ты его сама нарисовала? Нет. Это Ластик, кстати. Знаешь такую компанию? Ластик? Да. Нет. А они рисуют ролики? Ну, они... Это большая тоже дизайн-студия. Ну, просто вы очень охуевший. Вот честно. У вас прямо до вас... Я не знаю. Вот после кризиса это должно исправить. До вас достучаться. Ты когда последний раз приходила сценами поинтересоваться? Мы когда делали, мы вам посылали письмо. И что? Во-первых, нам сказать, что за месяц мы точно не сделаем. Идите нахуй. А нам нужно было, ну, быстро. Типа месяц. И во-вторых, очень дорого. А тут как-то быстро. Хорошо, сколько мы предложили и сколько тебе предложили? Ну, я чтобы не соврать сейчас. Ну, типа раза в три дороже и главное, что больше времени. Что типа месяц мы даже не будем обсуждать. Два с половиной или идите нахуй. Было отношено к загрузке. То есть, вот как бы ты считаешь, что конец плохой вот с этой рожей. Плохой логотип, да. Вот эта собака в конце, она очень неудачная. Да, нормально. Здесь, здесь собака. Звуки мне не нравятся. Мне, кстати, предлагали другие. Это я уже такое придумала. Смотри, вот в твоей заставке мне не нравятся звуки, знаешь, как бурчит в животе или всякие микробы обычно рисуют, когда ползают по раковине, да, вот это до места самых пшикают. Вот это вот такое бурчание каких-то слизней, сороконожек. Мне кажется, ты достойна лучшего. Вот у меня как раз сейчас живот бурчит. Он показывает те звуки, которые у тебя на жопу. Я не в жопу. Ну вот там была другая музыка. А в конечном итоге она в жопу придет, да. Я не стала ее утверждать. Слушай, оно, это, знаешь, мне напоминает эту заставку Доренковскую в 90-е годы, которая была такая, знаешь, типа, пришло, блядь, машина насилия, сейчас вас всех выявит. Нужно... Зачем тебе это? У тебя должна быть просто... Ну потому что я всех прихожу и ебу в этом, как бы, идеи. Иногда я не ебу, иногда я глажу ладошкой. Там даже есть целая передача, ну да, как сейчас меня, например. Да, но ты мне нравишься, в этом проблема. То есть тебя все гнобят, а ты мне нравишься. Взаимность, она вот так вот, появляется. Вот, потом я уже стала говорить, вот мне нравится очень вот это сделать и мне в эту сторону. И уже там начался крен. Звук я все равно поменял бы. И логотип точно надо переделать, потому что... Ну почему это... А знаешь, на что это похоже? Вот сейчас загадка. Вот сейчас мы узнаем профессионализм Артемия Липти. На что это похоже? Да, я была вдохновлена. Пинк Флойдом? Нет. Ком де Гарсон. У них черненькая такая. Хуйня похожая тоже на маечках всегда. Логотип Ком де Гарсон. А, вот этот? Ну, слушай, во-первых, я считаю, что это... Я знаю, что ты сама любишь шутить над собой, я считаю, что это не надо делать. Пусть другие шутят. Шутить не надо над собой? Пусть другие шутят. Ну зачем тебе? Ты же не сделаешь это остроумнее, чем все остальные. А получается, что у тебя это такая защита психологическая, ты берешь и как бы шутки других, сама и пересказываешь. Да, хуй вы надо мной пошутите смешнее, чем... Ну, так концепция возможна, но то, что там нарисованы собаки и то, что заканчивается тоже собачкой... Не очень. То есть, подожди, а бренд делать майки с этим, ты считаешь, не пойдет с собачкой? Я бы придумал другой образ. Ну, какой? Вот условно. То есть, это не то, что как в том анекдоте, знаешь, про врача. Если бы доктор, знаешь, да, если бы у меня болела голова, какие бы мне рекомендации дали? Доктор говорит, я бы, на вашем действии, сходил бы к врачу. Это я тоже сейчас на халяву пытаюсь получить. Просто вот напиши... Слушай, смотря... Я не знаю, какая у тебя задача есть, но поскольку ты уже назвала это осторожно Собчак, значит... Да, жесткое интервью. И у тебя там челюсть, то это может быть капкан, это может быть какой-то вот, ну, какая-то пыточная там, или как... Ксения капкана, да там какая-то клетча. Клещи какие-нибудь, щипцы. Так там пасть. Пасть там есть. Да, ну, просто зубы тоже хорошая метафорка. Зубастая, как бы буква О. Там еще много всяких ассоциаций. Даже если считать, что вот я бы, например, не брал собаку как логотип, мне кажется, что это... Все уже знают, как ты сама над собой смеешься, что тебе невозможно обидеть вообще. Потому что ты будешь как поплавок всегда, а все равно всплывать невозможно... Ну да, Тимати назвал меня животным как-то, знаешь или не знаешь. Ты сказал, что, понимаешь, не много ума назвать лошадь животным не нужно. То есть это понятно. Вот, и у тебя была лошадь, стала собака. Может быть, кстати, так переключаешь внимание. Чтобы забыли. Ну хорошо, в общем, нет. А цвета тоже. Короче, я бы точно... Цвета очень тоже вот такие мертвецкие мне... Бля, я люблю вот это все. Ты что же любишь? Вон ты сам живешь немножко тут как вот все такое зеленовато-серое. Я очень люблю вот эти все 60-е годы. Вот эти цвета. Как это мотороллер называется? Веспа. Веспа. Вот эти все оттенки. То есть, считаешь, не пойдет с этим мерчем, да? Дело вкуса. Мерч, мне кажется, тухловат. Он должен быть более... Все-таки люди сейчас хотят что-то поярче. Ну, сделай скидку у меня нормальную тогда. Так, с удовольствием. Сейчас уже кризис, знаешь, вы должны быть более... Прошел как раз. ...клайент-фрэнли. Приходи. Ты же несколько раз собиралась уже... Ну, у вас очень дорого. Я жадный человек, понимаешь? Тем более, что после всех моих черных квадратов я теперь экономлю деньги. Так, то есть, коммент-аут оставлю. У них круче. Розовый фон, вот это все. Здесь даже дело не в цвете, просто качество анимации, динамичность и музыка у них лучше. Хорошо. Знаешь второй канал? Да. Топлес. И вторая. Что было дальше? Шоу, в котором комики слушают истории гостей и угадывают, что было дальше. Так. Что было дальше, конечно. А почему? Чем топлес плохой? Топлес вообще мне напоминает какой-то фантазии на тему бегущей по лезвию бритвы. Какие-то непонятные... Ну, то есть, она какая-то очень претенциозная. Она слишком дорогая, во-первых. Там пока эти здания рисовали, наверное, там весь бюджет ушел. И непонятно зачем. Мне не близка. Что было дальше? Она вот такая правильно безумная и запоминается гораздо больше. Ты уже обсирал один раз эту заставку, но не могу себе отказать в удовольствии, чтобы... Я могу ее много раз обсирать. И вот вторая. Ну, это получше. Подруге получше. То есть, нежный редактор лучше сделала заставку. Ну, подожди, в дуть. Мне кажется, она короткая, аскетичная. Слушай, как классика русского ютуба, ее вообще нельзя ни с чем сравнивать, потому что это просто скала на горизонте, а все остальные какие-то дети у подножья. Но мы же сейчас оцениваем не вклад в культуру, а независим, как если бы я ее видел в первый раз. Скучненько. Скучненько. И мне не нравится типографика, я бы хотел, конечно, ее переделать, но... В стиле Дудя немножко. Ну, нет. Ну, конечно, редакция. Лучше редакция. Конечно. Ну, конечно. Динамично хорошо, хотя, тоже я не любитель, когда используют логотип ютуба в своем логотипе, как-то это плосковато. Тем более, что не ютубом едино, надо заливать ролики вообще везде. В Яндекс.Эфир, там, ну, на все платформы надо, короче, лить. Вообще не париться на эту тему ни секунды. Не привязывай себя к платформе, кстати. Это тебе тоже большой совет. Потому что ютуб в какой-то момент решит все закрыть, и ты все потеряешь. Ну, в смысле не привязывать себя? А как я привязываюсь сейчас? Так что у тебя ты только на ютубе. Ну, я же могу взять логотип и потом его в другое место. Сколько ты там будешь взлетать в этом другом месте? А что тогда надо делать? Просто, как сняла ролик, залила его на 10 платформ. Тебе ничего не надо делать. Это делает запускающий редактор. Яндекс.Эфир. Ну, это распыляет же все. Ничего вообще не распыляет. Это единственный концепт. У меня называется концепция Кока-Колы. Есть Кока-Кола в большом чане, и есть банки, кружки, бутылки. Приноси все, что угодно, нальем. Вот форма не имеет значения, важно содержание. Ты это Кока-Кола будет меньше. Если я заливаю на Яндекс.Эфир, не будет. Ну, как не будет. Но люди, если часть посмотрят на Я, так и не зашло, надо идти именно туда. Ничего не потеряешь вообще. Только больше будет. Хорошо. Дальше. Продолжаем сравнивать. У нас остались вот это, это, или, соответственно, что было дальше. Шоу, в котором комики слушают истории Георгии и угадывали, что было дальше. Слушай, ну, несмотря на то, что, хотя мы сделали для что было дальше логотип, они его здесь не используют, я думаю, что все равно, что было дальше пизжа. Пизжа. Что было дальше? Круче, чем... Ну, не совсем, может быть, их уместно сравнивать, но, да, по массе и по энергии они пизжа. Так, что лучше? Нежный редактор. Ну, ты видел, не будем по второму разу. Или редактор. Это немножко... Разная, но... Разная. Хорошо, нежный редактор. Нежный редактор. потому что это больше заставка, а редакция больше перебивка. Это разные жанры. Финал, что было дальше или нежный редактор? Что круче? Что было дальше? Самая крутая заставка YouTube. Да. Почему? Потому что она наглая, дерзкая, такая свинская, просто на все насравшая, и с гличами, с типографикой, просто ребята смело сделали, ну, так и надо, молодцы. если мне делать мерч, что это должно быть? Мерч. Как мерч, да, извини. Я старый человек, пожилой. Какого, то есть, какие цвета, и какое, то есть, вот, ну, что-то общее. Звлеки меня, соблазни. Сто процентов у тебя должны быть, я, ты, поскольку жадная, я жадная очень, то ты не купишь себе подписку на ВГСН, а у тебя наверняка есть подруги. ВГСН, я даже не знаю, что это такое. Ты не знаешь, очень жаль. ВГСН. ВГСН это источник, откуда вся модная индустрия пиздит все тренды на следующий год столовыми ложками. Это специальное издание, которое определяет моду на следующий год. Супер, это вот самая масонская ложа из всех масонских лож, мировое правительство и реальное прям влияние на всех. Раз в год они делают такое, ну, это сайт, ты подписываешься, типа, за пять тысяч долларов, что ли, что у тебя есть доступ туда. Звонишь любой своей подруге в любой модный журнал, какие там у тебя, а ты же что-то тоже там вылеты, ну, давно, да, в Лефисере. В Лефисере, ничего у тебя не было в ГСН? У меня лично, это я же не фэшн-директор, я не один. Звонишь фэшн-директору, и говоришь, какой тренд на следующий год, и они тебе присылают скриншотик по знакомству, и ответят просто, пизде, все же там есть, там будет написано, какая для детей мода, что будет в моде, какие цвета, какие оттенки, просто прям палитры сразу, потому что они же шутки. Ну, логотип-то это же к тебе, ну, хорошо, они скажут мне вот эти... Я тебе сделаю пиздатый, а они тебе скажут, какие цвета в тренде на следующий год, потому что китайские фабрики сейчас уже шьют одежду на следующий год. Вот эти теплоходы с трендами уже в пути. А вот этот красивый, кстати? Ну, смотри, ничего. Нет, цвет. Бренд. Бренд, заебись. Нравится тебе вот это? Волков шеем нормально? Абсолютно. Хорошо, Артема фиш. Все, все, идем пучком. О, слушай, ну это только ты знаешь такие крыши. Красота, романтик. Ты романтичный человек? Очень. Вот так, да? То есть у тебя здесь заготовлено место. То есть такое место, что можно даже петербуржцев удивлять красотами. Нет, это правда очень красиво. Я возьму на заметку. Слушай, ну ты же был, ну и остаешься, я так понимаю, одним из главных ковид-диссидентов в нашей стране. Ну, это не совсем корректное значение. Я скорее карантин-диссидент. Потому что ковид существует и людей косят. У тебя есть ощущение, что ты болел или что? Нет. Не болел? Нет. Не заражался? Нет. Хорошо, а скажи мне, ты нарушал правила? Вот ходил во всякие нелегальные рестораны, куда-то... Я нарушил все правила, какие только были, ну, в разумных пределах. То есть я понял, в чем опасность, я понял здравый смысл. И дальше я сел на теплоход, на катер частный и проехал из Ярославля в Петербург. Сапсаны, кстати, ходили без остановки. Я катался в Питер. Потом я сел на самолет, прилетел на Соловки. Тоже... Он закрыт, но если ты прилетаешь, то он не закрыт. И это супер кайф. А потом, естественно, я ходил в бары, в рестораны в Москве и в Питере и с друзьями сам и как угодно. Шинка просто моего достижения вот этого, это я поехал через лес в Белоруссию и там кайфанул. Страна закрыта, границы не упускают. Ты пробрался туда? Да, через лес. На тракторе. И что, ты там снял что-то? Я там кайфовал. Я поехал в Беловежскую пущу, где не было никогда, хотел ее посмотреть. И сидел в ресторанах, чувствовал себя человеком. Смотри, я вот специально приняла такое решение, что я в программе не буду называть имена вот этих ресторанов открытых, нелегального бизнеса, потому что, ну, мне кажется, это какое-то стукачество, которое не очень правильно. Лучшая благодарность и не упоминать. Но объективно нужно сказать, что без названия, что этого было много. Ну, то есть нет смысла об этом молчать. То есть, вот я там сама знаю, что в Москве, в Питере огромное количество мест открыто, тренажерные залы открытые, бани открытые, то есть всех пускают по кодовым словам, ну, и как бы люди все равно продолжают, это как раньше бордели и казино были запрещены, сейчас просто вот были запрещены рестораны. Как ты думаешь, почему так, почему люди не боялись там того, что их прикроют? Я думаю, что люди побоялись неделю-две, поняли, что, в общем, нет никаких признаков опасности, ни у кого никто никак не заразился, в общем, кто-то переболел на ногах, ничего не заметил, не так страшно, а жизнь продолжается, и мы сейчас абсолютно живем вот в таком бутлегерском государстве, где идет совершенно параллельная серая реальность, где люди сами делают все, что им надо, без чего они не могут жить, потому что просто, я считаю, что это вопрос человеческого достоинства, если я не могу выйти из своей квартиры, мне очень плохо и тяжело, а вершина вот этого мне рассказали про людей, которые, в Питере у них заведения, на которые, чтобы к ним не доебывались всякие проверяльщики, что идут СЭСы и все прочие, значит, за маски там нахлобучивают тебя, а работать в маске у себя на окна наклейки аренда, чтобы просто всех шли мимо и не обращали на них внимания, а внутри идет бурная жизнь, там все свои входят по звонку, да, полный кайф. То есть людям, вот государство в такие рамки загнало людей, вместо того, чтобы делать разумно, как в Белоруссии. Твое мнение, вот это уже невозможно ее произносить до отвратительности, банальная фраза «Мир никогда не будет прежде». Будет. Будет. То есть все вернется, все все забудут. Забудут, как будто ничего не было. Через сколько? Через месяц. Как только отменятся все карантинные меры, вот как только все это, маски пройдут, последние там тревожные люди снимут маски, все, все забудется. Ну, останется привычка, наверное, кто-то будет, у кого была легальная такая просто потребность вот всякие мезофобы, которым хотелось открывать локтем двери или носить маску, ну, они вот будут, теперь они получили на 10 лет легальное разрешение это делать. Все остальные будут жить как обычно. Вот. Я уж точно. Не, вот это понятно, с тобой что случится. Ну, смотри, вот карантин очень хорошо показывает отношения, вот то, что я делаю в обычной жизни и то, что я делаю в карантин, показывает, собственно, где проходят границы моего восприятия, что мне ценно, без чего я не могу жить, что я себе обеспечиваю, в каком объеме, то есть, вот оно вот так вот выглядит. Это я делаю не для подписчиков в Инстаграме, а для себя. Ну, границы что ты имеешь? Ну, то, что у меня свои правила. Ну, они у тебя во всем свои. Вот есть какая-то зона, где твои правила, вот, где-то какая-то зона твоего личного пафоса, реального серьеза, реально вот того, где ты встаешь рядом со всеми остальными людьми и их простыми, обычными человеческими правилами. Должна же быть такая зона. В очереди. Я не лезу без очереди никогда. Я как все. Дети являются такой историей? Дети? Дети. Воспитание детей, ощущение себя с детьми. Ну, слушай, это одна из областей, где я просто наиболее внимательный, нежный и заботливый, потому что мне надо не пережать, и надо, чтобы они выросли полноценными, здоровыми людьми, которые бы в идеале мне бы когда-нибудь сказали спасибо или хотя бы просто не упрекнули. Это не так просто. Хорошо, последний вопрос. Вот смотри, понятно, что ты сегодня гораздо больше, чем человек, сделавший клевую студию в России. Больше, чем все твои путешествия, YouTube-каналы и так далее. Ты там некое явление, человек про отец интернета, модный, стильный, эпатажный и так далее. Вот ты сам хотел бы, чтобы как о тебе говорили и как тебя воспринимали в двух словах? Артемий Лебедев это? Клевый чел. И все. В двух словах? Хорошо, в пяти. Это уже слишком много, достаточно этих двух. Ты бы хотел остаться кем вот в жизни? Человеком, который сделал классный дизайн-студию или чем-то больше? Слушай, мне достаточно, если в других двух словах, если я буду батя норм, вот мне это полностью удовлетворит. Все остальное студия сегодня есть, завтра нет. Придут, как только я умру или перестану этим заниматься, за полгода все это абсолютно растворится и исчезнет в пучине вечности, поэтому я здесь совершенно никак не тешу свое самолюбие какими-то там. Я не думаю, что я построил себе нерукотворный памятник, я просто прожил хорошую жизнь.